Сегодня у нас вторая лекция. Она будет длинной, но интересной. Про что мы сегодня поговорим? Значит, сначала будет байка про то, чтобы вы лучше поняли и погрузились в проблемы разработки распределенных систем. Ну, такая очень жизненная. Потом мы попробуем формализовать проблемы и поговорим про каптеорему. Кто слышал про каптеорему хоть раз? Где-нибудь и так. Ага, двое. Окей, мы поговорим про распределенные транзакции. Как можно попробовать их делать? Но, может быть, не стоит. Поговорим про распределенный коммит и отношения happens before. Ну, все в контексте транзакций. Я думаю, ближе к делу станет более понятно, что это значит. И большая часть лекции будет посвящена протоколу Raft, наиболее простому из известных протоколов распределенного консенсуса. Так, ну, чтобы тоже понять, кто знает, слышал про протокол Raft. Читал статью, может быть. А про протокол Paxos. Это круто. Тем интереснее будет. Окей, значит, так, представим, что мы решили замутить стартап и у нас возникла идея сервиса такого. Значит, идея заключается в том, что если вам нужно что-то запомнить, то вы звоните по телефону и просите вам напомнить, когда нужно будет это сделать. То есть, это такой, типа, ремайндер, но в эпоху до смартфонов. Если вы знаете, что у вас там важная встреча, либо у вас вылет в какое-то время, вы звоните в этот сервис, когда билет купили, говорите, вы позвоните мне за три часа и напомните, что мне нужно выезжать в аэропорт, например. Ну, и за каждый такой звонок мы будем брать 10 центов. Ну, нормальный сервис. В общем, такая напоминалка. Когда нужно будет, вам перезвонят и скажут, что нужно сделать, что вы просили сделать. Там, день рождения у кого-то. Ну, вот смартфонов нет, поэтому календарей нет, уведомлений нет, а каждый день смотреть в календарь, что там мне нужно сделать. Ну, не все хотят. Вот. Ну, и как выглядит типичное общение клиента с этим сервисом? Ну, например, звонит клиент и говорит, вот можете у себя запомнить, что у моего соседа будет день рождения? Ну, вы говорите, конечно, там, когда он будет? Вот такого-то числа. Окей, вы записываете это в блокнотик напротив фамилии кастомер, ну, там же и телефон его указывает. И перед днем рождения вы позвоните ему и напомните, что, например, завтра день рождения у соседа, надо бы его поздравить. Ну, в общем, все просто. Вот. Ну, и берете деньги, конечно. Зачем еще делать это? Вот. Но растет нагрузка. Значит, в принципе, поначалу вам нужен только блокнот и телефон. То есть, вот все, у вас стартап работает. Все, все круто. Но сарафанное радио, там распространяется слух о вашем сервисе и все больше народу вам звонит. Справиться все сложнее. Потом вы еще получили финансирование вашего стартапа, там, транш на миллион долларов. Про это люди узнали, они звонят в ваш сервис еще больше, и вы уже еле успеваете. Ну, сотни звонков в день вы еще можете обработать. Ну, что же делать? У вас клиенты начинают висеть в очереди на телефоне. Ну, предполагаем, что вы поставили какую-то АТС, они просто заняты и все. Ну, и, конечно, они злятся. А потом как-то раз вы заболели, пропустили рабочий день и не смогли клиентов уведомить о том, что они вас спросили, им напомнить. Ну, вы решили, надо масштабироваться. Значит, ну, как масштабироваться? Возьмем в долю жену. Значит, у каждого будет свой добавочный номер. И наше, ну, для клиентов номер будет все тот же, и наш АТС будет раскидывать, балансировать звонки между нами двумя. Ну, в чем проблема этого подхода? Что здесь может пойти не так? Вот мы двое работаем, все нормально. Вот, да, вот вы почувствовали идею, вот, правильно, что две разные записные книжки, а вы сразу подразумеваете, что она одна. И мы вместе в нее уносим. Не будет проблема в том, что так, как мы перезвоним. Да. Действительно. Ну, например, это может выглядеть так. Он звонит клиент и говорит там, там, привет, чем вы можете помочь. И спрашивает, а когда мой вылет-то завтра? Я вспомнил, что он завтра, но вы пока не позвонили. Вы проверяете себя в книжке, а у вас там нет никакого напоминания записанного. Ну, конечно, клиент разозленный, он уходит. Хотя он вам звонил и просил ему перезвонить и напомнить про это. В общем, звонил он вам еще вчера. Ну, как будем чинить неконсистентность? Ну, давайте перед тем, как записать что-либо, скажем партнеру нашему. Чтобы запись оказалась и в его книжке, и в моей книжке. Ну, обновления у нас обоих хранятся. И когда клиент спрашивает, у каждого из нас есть полная копия данных. Мы всегда можем любому клиенту ответить. Даже тому, кто разместил уведомление, позвонив нашему партнеру. Ну, в чем проблема подхода? Ну, опять долго. Опять там проблемы с тем, что кто-то уйдет на больничный. Ну, помимо того, что операции обновления у нас дольше, их больше гораздо. Нет, обновления дольше, потому что нам нужно записать к себе, сказать второму человеку, и он должен записать. Но если у нас операции чтения большинство, то есть люди звонят нам и переспрашивают что-то, просят им напомнить, то, в принципе, еще норм. Ну, и, конечно, как вы сказали, если кто-то заболеет, опять же, проблема недоступности. Потому что его блокнот обновлять никто не будет. То есть один работает, он обслуживает часть звонков. Ну, видно, понятно, что часть. Но он в два блокнота вносить их не может. Ну, придумаем. Ну, а что делать, кстати, можно? Что можно в такой ситуации делать? У нас два человека есть, один там иногда болеет. Потом выздоравливает, возвращается. Ну, представьте, вот вы реально сделали стартап, он летит. Вы уже зарплату получаете и кормите из этого стартапа. Надо улучшать. Блокнотик отдавать в него. Ну, тогда вы как будете отвечать на запросы? Вы же отдали блокнотик? Нет, я не делаю. Ага. Ну, допустим, мы, не знаю, каждый вечер вот мы сидим и обновляем, какой-то синхронизации. Да. Ну, да, какой-то вариант синхронизации. Ну, например, такой. То есть перед записью мы говорим партнеру, а если партнер недоступен, то мы отправим ему e-mail. Когда он снова станет доступен, он сначала разгребет свой e-mail, свою книжку все запишет, что он пропустил, и сможет подключиться к системе и снова работать. Ну, например, можно синхронизировать там в какой-то момент времени, там еще что-то. Ну и, собственно, каждый раз, когда мы приходим на работу, мы разгребаем почту, смотрим, что мы пропустили и вписываем в нашу книжку. Но, к слову, мы поссорились. Жена обиделась, пришла на работу, но решила ничего нам не говорить. Просто все, не разговаривает. То есть она слушает, что мы говорим, но сами не разговаривают. Можно, в принципе, ну что сделать здесь? Вот не хочет она нам сообщать об изменениях. Можно решить не принимать запросы, пока связь с женой не восстановится. Ну иначе мы будем их принимать, скажем клиенту, что все записано, мы у вас уведомим, мы уведомить не сможем. Так? Не круто. Ну, в общем, тогда, пока у нас проблемы со связанностью, наша система недоступна, потому что клиенты звонят, хотят оставить уведомления, они могут, потому что мы говорим, не-не-не, мы внутри не работаем сейчас. Мы можем только проверять. Вы можете спрашивать про существующие уведомления. Собственно, про это и речь в Каптиареме. Есть такая статья. На самом деле, в конце 90-х была написана первая версия, потом Эрик Брюер, ну, написал более свежую и такую доступную. Этот человек, он на тот момент был главой инфраструктуры Гугла всего. И, я думаю, еще долгое время после. То есть он реально очень известен. Собственно, суть в той статье, мы поговорим про более поздние статьи, заключается в том, что у вас есть три свойства системы. Консистентность, доступность, то есть способность, ну, что значит консистентность? Что вы всегда возвращаете самую свежую копию данных. То есть именно те данные, которые должны быть, если все работает. Никаких протухших записей, кривых записей, всегда самое консистентное. Второе свойство — это доступность. То есть пока в вашей системе хоть что-то работает, система работает отвечать на запросы. Не только на чтение, но и на запись. Третье свойство — это устойчивость к потере связности внутри сети. То есть в этом подходе предполагается, что ваша система состоит минимум из двух компонент, связанных по сети. И partition tolerance означает, что если связь между ними порвать, ну, там, кабель передернуть или перекусить, или еще что-то, система все равно будет работать. То есть она будет отвечать на запросы, ну, консистентно или нет, это смотря что вы выберете. И суть теоремы заключается в том, что из этих трех свойств вы можете выбрать только два. Ну, как часто бывает. И почему это теорема? Потому что эти свойства формально описаны и формально доказано, что вы можете выбрать только два свойства из трех. То есть даже, ну, часто на практике возникают задачи, когда особенно вы общаетесь с заказчиками, ну, продуктовыми, менее техническими людьми. Вот они обычно хотят все три. То есть можно здесь вернуть протухший, да? Не-не, ни в коем случае нельзя. А система может быть иногда? Нет, никогда. Всегда все работать должно, всегда. А если вот это сломается, все равно должно работать. Вот, ну, обычно звучит так. Но это невозможно, что вы не будете пытаться сделать. И разные хранилища или системы, они по-разному выбирают эти два свойства из трех. Но не все так просто. На самом деле теорема говорит о том, что невозможно обеспечить полностью свойства консистентности, доступности и устойчивости к сбоям. Есть такая статья, она, по-моему, уже 2007-го года или 2008-го даже, ну, то есть через 7 лет. Да, значит, так, 12 лет спустя, значит, там 97-й был, 2009-й год, да. Где указывается на то, что мы не можем полностью обеспечить все три. То есть абсолютно консистентная система, абсолютно доступна и будет работать, даже если сеть порвется в любом месте. Ну, вот эта статья реально читабельная. И она, это не адская ICM-статья. Я вам очень рекомендую ее почитать, потому что она доступно написана. Но в распределенной системе устойчивость к сбоям – это must-have. Потому что если у вас нет устойчивости к сбоям, устойчивости к потере сетевой связности, то у вас не распределенная система. Там что-то мигнуло или одна нода не очень важная отвалилась, и у вас все не работает. То есть, ну, мы сужаем выбор до выбора между консистентностью и доступностью. Ну, вот в нашем примере, на самом деле, то, что там наш партнер отказался с нами говорить, это потери сетевой связности. То, что мы не можем ответить на запросы на запись клиентов, это потери доступности. То, что клиент нам оставил запись, а когда он приходит его прочитать, мы говорим, что ее нет. Это потеря консистентности. Вот на последнем этапе мы выбрали, что мы будем недоступными в случае потери сетевой связности. То есть, система наша будет работать на чтение, но мы недоступны на части операции. Ну, на самом деле, это более подробно даже описано в статье. И еще интересное замечание заключается в том, что сетевые проблемы, они, ну, они не все время происходят. Они все-таки достаточно редки. Если у вас там нормальная сеть, то нельзя верить, что их никогда не будет, но они происходят там раз в неделю, раз в день, ну, может, раз в месяц, если у вас все круто. Поэтому, когда у вас сетевых проблем нет, ну, по факту, вы не обязаны жертвовать консистентностью и доступностью. То есть, когда в вашей системе нет никаких проблем со связностью, вы можете быть полностью консистентной и доступной системой. То есть, это, ну, это коррелирует как-то с интуицией. Если у вас проблем никаких нет, ничего, мы не можем что-ли сделать там, крутую революционную базу там с транзакциями и со всеми делами. Ну, конечно, можем, но как только начинаются там разрывы сети, то начинается куча вопросов. Ну, мы про них еще поговорим. То есть, каптеарем действует только когда у нас проблемы какие-то. Да, да. Вот это одно из, одна из основных мыслей, которые я хотел бы, чтобы вы вынесли. Потому что люди часто там ссылаются на каптеаремы, ну, не, не, это вообще невозможно, у нас же два из трех там, вообще, в принципе, нельзя эту задачу решить. Почему нельзя? Вы должны в момент сбоя решить, чем вы жертвуете. Доступностью либо консистентностью. Но если у вас сбоя нет, то у вас все может работать. Вы можете построить систему, которая будет работать. И еще одна мысль важная, что ее реализуют многие хранилища, что вы сами можете выбирать уровень консистентности и доступности. Например, для каких-то операций вы можете решить, нет, либо эта операция будет там произведена консистентно, то есть запишется везде, например, либо верните мне ошибку. Либо вы, наоборот, можете решить, что я хочу в любом случае записать это хоть на одну ноду, потому что мне больше записать это некуда, вот все пропало иначе, поэтому, ну, давайте вот будем использовать в режиме доступности. Пусть потом не все смогут это просчитать, но я хочу записать хоть куда-то. Мне больше некуда это писать. Ну, например, там какие-то у вас клики пользователей, действия какие-то. То есть, ну, вам там консистентность очень желательна, но вам важнее иметь возможность хоть куда-то записать. И на самом деле свойства, они непрерывные, они бинарные. То есть, неконсистентность бывает разной. Вот Сергей вам рассказывал там про транзакции. Он, я уверен, что он рассказывал вам про аномалии при нарушении уровня изоляции. Было такое? Там грязное чтение, вот, кто-то помнит что-то. Ну, их огромный спектр. И кажется, что вы выбираете более сильный уровень изоляции транзакций, а все равно, блин, возможно, какие-то штуки. То есть, даже на редкоммитед, возможно, извращенные примеры, возникающие в реальной жизни, когда у вас там, вы можете в итоге выдать неконсистентный результат, либо нарушите на варианты какие-то. И здесь то же самое. То есть, система может быть, например, недоступной на запись, но при этом отдавать, ну, на чтение всегда быть доступной, отдавать какие-то данные. Она может там отдавать устаревшие данные, с разной степенью устаревания. Она может отдавать, например, удаленные данные. Ну, потому что вот какая-то нода пропустила операцию записи. Гораздо более подробно мы это рассмотрим в последней лекции на премьере Кассандры, где как раз, ну, это все настраивается клиентом для каждого запроса. Кроме того, ну, что такое partition tolerance? То есть, потеря сетевой связности. На самом деле, она проявляется во время таймаута. То есть, когда вы общаетесь с другой нодой, вы посылаете запрос и всегда ждете какое-то время. Ну, как еще? Ну, если вы по истечении этого срока отмените операцию, это значит, что исходный запрос, который пришел к вам, ну, придется вернуть на него ошибку. Значит, вы снизили доступность вашу. То есть, клиент попробовал выполнить запрос, но ваша система внутри затаймаутилась при общении с другими узлами и вернула клиенту ошибку. Ну, все, доступность ниже. То есть, ну, это ваше решение, что вы делаете при таймауте. Ну, вы можете сказать, ах, была, не была, на кого записали, на того записали. То есть, и клиенту говорите, окей. Ну, клиент рад, у вас система всегда отвечает не ошибками, но что она потом вернет при чтении этих данных, либо при их модификации. Случаи бывают разные. Но при таком решении вы жертвуете консистентностью. То есть, вы уже сейчас знаете, что не все ноды получили данные, которые должны были получить. В будущем это чем-то чревато. Ну, и, конечно, вы можете решить, а, будем перезапрашивать бесконечно. То есть, таймаут истек. Так, ничего, подождем еще, еще запрос. Ну, и так, вы перезапрашиваете бесконечно. Клиент извне вашей системы ждет. Ну, и как для него это выглядит? Что, если вы ответите, то только если вы гарантируете, что в будущем чтения будут консистентны. Но если внутри вашей сети связанность так и не восстановится, то это значит, что пока она не восстановится, у вас система недоступна. Ну, и здесь вы выбирайте сами. Вот у вас наступил таймаут, вы должны решить, что вы будете делать. Следующая тема про, собственно, про потерю сетевой связности. Во-первых, есть нетривиальная задача, как понять, что мы ее потеряли. То есть у вас есть куча узлов, и где-то барахлит сеть между ними. И представьте, ну, и такое случалось на самом деле, что у вас пакеты ходят в одну сторону. И вот с точки зрения одного сегмента, да не, все нормально, мне вам данные присылают. Причем все из той стороны присылают данные. А с точки зрения другой стороны сети, ну, там что-то глухо. Вот в ответ ничего вообще не идет. И у вас система, она может, ну, компоненты системы, они вообще могут по-разному видеть ситуацию. Ну, на самом деле, как в реальной жизни. Не все узлы, как я сказал, могут признать партиционирование. Можно, в принципе, подбирать тайм-ауты. Так, чтобы тайм-аут был с большой вероятностью больше возникающих сетевых проблем. Ну, то есть, если мы знаем, что сеть иногда у нас моргает, или у нас там Dial-Up Modem, он в течение полминуты перезвонит, и сеть восстановится через полминуты. Мы можем подбирать тайм-ауты, но мы не хотим их делать слишком большими и слишком маленькими. Потому что тайм-ауты у нас регулируют, как часто мы будем думать, что у нас сеть распалась, а на самом деле она не распалась. Если мы выберем маленький тайм-аут, если мы выберем большой тайм-аут, то мы будем поздно замечать проблемы, когда они уже случились. Потому что мы будем в сети ждать, и только по истечении тайм-аута мы получим ошибку. Если мы поняли, что у нас система развалилась на части, мы можем ограничить набор возможных операций для клиента. Например, сказать, что я нахожусь, я знаю, что у меня часть узлов недоступна, потому что я не получаю от них ответы. Но я могу общаться с большинством моей системы. Тогда я готов выполнять операции записи, чтение, все что угодно, потому что я могу еще собрать кворум. Ну и кворума достаточно для выполнения операции записи. Компоненты с другой стороны, которые остались в меньшинстве, если они поняли, что они остались в меньшинстве, и большая часть системы недоступна, они могут решить, окей, запись мы обслуживать не будем, потому что если мы сдохнем совсем, вообще никто не получит эти ноды, ну, эти данные. А чтение можем обслуживать вполне, но мы не можем общаться с остальной системой, поэтому мы не получим операции записи от нее. Поэтому все, что мы будем отдавать на чтение, оно будет устаревшее, скорее всего, ну, потенциально. Но, тем не менее, мы можем решить, но все равно будем работать, потому что это полезно. Ну, и, возможно, для пользователей вообще норм. Ну, либо мы можем решить, что окей, мы в меньшинстве, но будем обслуживать запись, мы ее просто будем запоминать у себя куда-то и откладывать, пока связь не восстановится. Когда она восстановится, как в случае с нашим стартапом, мы все скопом перешлем, остальным нодом, все, что они пропустили. Ну, например, один из подходов таких глобальных и известных есть сторож такой Орешки Яху. И там идея заключается в том, что для каждого пользователя, который обращается к системе, создается свой персональный мастер, который управляет всеми операциями чтения записи. И когда пользователь работает с нашей системой, мы определяем, где живет его мастер и перенаправляем все запросы на этот мастер. Мастер асинхронно реплицирует все данные этого пользователя другим слоевам. Таким образом, пока мастер работает, пользователь работает со своим мастером, он видит самые актуальные свежие данные. И задержки минимальны, потому что пользователь ждет только ответ от мастера. Но если мастер сломался, то из других реплик придется выбрать мастера, какие-то данные будут продолбаны, но если у нас падение мастера случается редко, ну и пусть. У Facebook другой подход и довольно интересный. Вот здесь есть ссылка на старую статью еще тех времен, когда у Facebook был один дата-центр на, по-моему, на западном побережье. Ну, логично. Но Facebook стал популярен, и постепенно в компании осознали, что вообще это не дело, что пользователи с восточного побережья, коих там почти половина Америки, тратят лишние 100 миллисекунд на то, чтобы сходить на западное и обратно. Давайте построим еще один дата-центр в Вирджинии, там поближе к пользователям на восточном побережье. И человек в этом посте, он там был главой службы эксплуатации, или... В общем, это был его проект построения второго дата-центра. Он довольно подробно и прикольно это описывает. И они реализовали такую штуку, что в Facebook мастер всегда один. То есть есть один суперглавный дата-центр. И пользователь всегда работает с ним. Но замечено, что... То есть они поняли, что с большой вероятностью могут гарантировать отставание восточного дата-центра меньше, чем 20 секунд. То есть с кучей девяток. Поэтому, чтобы сбалансировать нагрузку на западный и восточный дата-центр, как они поступают? Когда пользователь что-то пишет, он пишет это в мастер в западном дата-центре в течение 20 секунд, чтобы не увидеть протухшие данные. Он продолжает читать свои данные из мастера. Причем это знание хранится у него в куке HTTP-шной сессионной. Я недавно записал в мастер. Вот тогда-то. И пока он попадает на западный... Ну, каждый его HTTP-запрос попадает на западный и восточный дата-центр. Но веб-сервера, они проверяют эту куку. Если он недавно что-то записал в мастер, то они работают только с западным дата-центром главным. Если 20 секунд и стекло, то считается, что данные уже отреплицировались в восточный дата-центр, поэтому мы можем ходить рядом. Ну, реально, когда пользователи работают там социальной сетью, они больше работают с лентой какой-то. И, например, в каком-то посту пользователь решил оставить комментарий, конечно, он хочет, после того, как он нажал кнопку «Отправить», сразу видеть свой комментарий. Поэтому после того, как он оставил комментарий, он 20 секунд примерно будет работать с главным мастером, в котором комментарий этот точно есть. Ну, на самом деле, там все даже немножко хитрее. Проблема заключалась в том, что в каждом дата-центре есть кэши, про которые мы говорили на первой лекции. Идея была в том, что здесь в качестве репликации, ну, и реплики, видите, мы упоминаем, там MySQL использовался. И, собственно, мастер MySQL жил в западном дата-центре. Ну, а с кэшами у нас есть стандартная проблема. Если вы что-то пишете по какому-то ключу в кэш, пишете по какому-то ключу в основную базу, вам нужно значение, закэшированное значение удалить из всех кэшей. Ну, и, собственно, обычно в приложении это так и выглядит. Мы пишем в базу, удаляем из кэша. В следующий раз, когда это значение прочитают, поймут, что в кэше ничего нет, полезут в базу, прочитают из базы и положат в кэш. Ну, в фейсбуке упоролись, они взяли, залезли в исходники MySQL, расширили SQL-синтексис и при апдейтах SQL добавили возможность писать, какой ключ надо удалить из memcache. То есть там апдейт выглядит, апдейт, запись, где ID такой равен такому-то, а еще в memcache флаж не по этому ключу вот тот. Ну, MySQL, в общем, база простая и туда можно внедриться. Они расширили грамматику там на Яке и Бизоне. В общем, на репликах они стали анализировать вот эти апдейты, которые приходят, потому что там была statement-based репликация. То есть мастер отправляет репликам запросы на изменения, которые он выполнил. Реплики, когда получают этот апдейт, они его парсят, смотрят, ага, какие кэши надо сбросить, а вот это, и сбрасывают их. Но проблема возникла здесь как раз в том, что пользователь, например, кого-то добавляет в друзья в мастер-дата-центре. Мастер-дата-центр, ну, что он делает? Ну, он сбрасывает из кэша, пользователь тут же читает значения из локального дата-центра, достает список всех друзей, где человека еще нет, потому что репликация не сработала, кладет в кэш, и человека этого, которого он добавил в друзья, не видит. Вот, собственно, вот эту проблему решили добавлением, привязыванием пользователя к мастеру на 20 секунд. Потому что вы, ну, удалили, но прочитали старье из своей локальной реплики, и это же старье снова закэшировали. Вот. Надеюсь, кто-нибудь что-нибудь понял. Здесь надо было Uber-картинку нарисовать, но ее в статье не было, мне было лень. Так, кто не понял? Так, есть такие люди. Все. Короче, что все началось? Америка есть. Западный дата-центр. И восточный. Здесь у нас репликация идет. Ну, репликация идет у нас между базами. Это база. Рядом с базами есть кэши. Ну, как выглядел апдейт до вот этого хака с 20 секундами? Сидит юзер. Ну, у нас мой сикл репликация, поэтому у нас есть мастер-слейв. Юзер хочет что-то поменять. Но он идет в мастер. Но чтобы из кэши удалить старые значения, он после подтверждения изменения в мастере идет в кэши и удаляет значения старые. Вот. Но это он успевал сделать быстрее, чем новое значение доедет сюда. Поэтому он изменял в мастере, удалял из кэша, потом он читал список друзей. Ну, на чтение мы куда идем? Слейв, конечно. Читал список друзей и клал его в кэш. А потом новый список друзей дожил до реплики. Ну, он современно так шел, 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 шел. И все, и положили в старые опять. Ну, и вы кого-то там добавили или удалили, и в мастере так есть, и все круто. Только вы заново прочитали старые значения и снова его в кэш положили. Так. Ну, как мы эту проблему решаем? Мы гарантируем, что у нас отставание реплики существенно, то есть не существенно, а с большой вероятностью сверху ограничено 20 секундами. Ну, в таком случае пользователь, если он произвел какую-то модификацию записи, мы ему в HTTP-куку положили, когда он ее произвел, и наш сервер приложений, который в первой лекции, у нас стоит перед всеми базами, он проверяет эту куку. Если пользователь попадает на восточное побережье, но в HTTP-куке мы видим, что он недавно работал с мастером, мы общаемся с мастером. Если пользователь что-то изменил, он продолжает общаться с мастером, вот этих проблем у него нет. Через 20 секунд мы знаем, что в течение 20 секунд данные доедут. Здесь отработает callback, который распарсит запрос, наш апдейт, узнает из него, какие ключи удалили, и удалит их здесь. И после этого безопасно можно читать данные отсюда, до следующей записи. Так, теперь кто не понял? Круто. Вот. В общем, интересная тема. Ну, они успешно запустили, это работает, но статья, по-моему, 2007 года. Наверное, сейчас уже все круче, потому что Facebook пошел дальше. Похожую тему я видел в недавней презентации Instagram. Они примерно так же, по сути, сброс кэшей посадили на протокол репликации Postgres. По-моему, там Postgres у них. То есть они вставили сюда, ну, перехватчики, или написали логику в слоевах, я точно не помню, которые анализируют, по каким ключам изменили данные и соответствующие ключи удаляют из кэшей, чтобы эти ключи более новые значения перечитали. Ну, если нужно будет. Вот. Ну, и, собственно, третья часть обработки профессионирования, то есть вы поняли, что у вас есть сетевые проблемы, вы предприняли какие-то шаги, то есть, например, запретили какие-то операции, либо ничего не запретили, но тогда вам пришлось, ну, ноды начали копить у себя данные, которые им нужно доставить потом. На третьем шаге вам, наконец, нужно восстановить корректность, если вы на запись были доступны, и устранить ошибки, которые могли возникнуть. Ну, откровенно говоря, это в общем случае вообще нифига не тривиально, потому что, например, в одной части системы кто-то там совершил покупку, нет, ну, это плохое, а, мы про это поговорим, да. Вот. Ну, выглядит это примерно так, то есть есть у вас некое состояние, у вас вся система работает, все нормально, это состояние меняется, потом переходит, состояние системы переходит из состояния в состояние. Вот время у нас так течет. Потом в какой-то момент система развалилась, и куски системы, ну, здесь два куска, они начали жить независимо. Если вы приняли решение все-таки какие-то операции модификации допускать, значит, приходят операции в эти части системы, они ваше состояние модифицируют, оно эволюционирует. Ну, в какой-то момент пришли админы, разобрались там, из-за чего сеть разрушилась, и починили ее. И вам нужно это состояние как-то слить, привести к единому виду и жить дальше. Ну, как-то так все происходит. Ну, и вот здесь много чего вскрывается. Собственно, какие трюки есть? Ну, сейчас они набирают обороты с распространением мобильного интернета. Ну, если у вас вся система недоступна, вы не можете достучаться до балансера, например, но есть у вас всякие локальные сториджи там в браузере или в мобильном девайсе. Вы можете какие-то операции персистить, накапливать, а когда связь восстановится, доставлять их клиенту. Ну, например, так делает Google Docs. То есть он позволяет вам выполнять базовые операции вставки удаления текста. То есть у вас интернета нет, а вы документ редактируете. А когда связь восстановится, все смерживается. Вот при этом у вас вырубаются все контролы, которые имеют отношение к стилям, к чему-то еще, потому что высока вероятность, что вы выделите что-то, поменяете цвет, а кто-то другой выделит под кусок или пересечет с вами, поменяет цвет. И как-то мерджить будет непонятно. Ну, я думаю, никто же не видел супер-мега-инструмент мерджа в Google Docs, потому что его там нет. Ну, похожим способом работает Dropbox Paper, где вы можете редактировать некие документы в Markdown'е. И даже если вы связь теряете, вы можете продолжать это делать. Вам говорят, о, связь потеряна, но что-то вы можете делать. Ну, и есть всякие совсем мощные темы. Например, у Яндекса публично был обубликован DataSync API, где у вас есть некое состояние на клиенте. Кто-нибудь пробовал им пользоваться или читал про него? Ну, идея заключается в том, что мы предназначили разработчиков мобильных приложений, что у вас есть какое-то состояние на сервере или на клиенте, ну, и человек с мобильным приложением перемещается по городу, связь у него теряется, но хочется продолжать редактировать что-то. Вот вы там продаете что-то или какую-то анкету заполняете. Когда связь восстановится, то эти данные можно смержить. Ну, этот DataSync API, он явным образом в случае возникновения конфликтов на вот этом этапе, он вам говорит, вот, короче, у меня есть версия вот этой и вот этой, что будем делать? Верни мне вот эту вот. Ну, и вы там можете говорить, ага, так, берем самое последнее. Так, здесь какая-то фигня, покажем пользователю, пусть выберет. Так, тут что-то удалили, тут добавили. Ну, ладно, будем считать, что удаление важнее. Ну, то есть, все эти решения там перекладываются на вас. И, ну, и вот полностью реализуется похожий подход. ну, как я говорил, у вас система, она распадается обычно не поровну, поэтому вы можете для разных партиций выбрать разные области консистентности. То есть, у вас нот куча, например, выпала одна, ну и пофиг. Там, она как-нибудь поймет, что она отвалилась, поэтому будет только на чтение работать, а большинство остальных работает, мы можем вообще все делать. ну, то есть, вы там какую-то партицию можете решить, что она главная, потому что в ней больше нот, кворум собирать. Еще интересная тема, что, ну, когда вы масштабируете там вашу сторидж, вы обычно начинаете использовать какое-то шардирование, то есть, вы там данные, ключи там как-то делите по модулю, еще что-то. И, в принципе, у вас партиции, ну, то есть, партиции ваших данных, они могут оказаться с разной стороны от разрыва сети. Представляете, да? То есть, у вас есть вот данные, партиционированные на куски, нет, то есть, у вас есть данные, они вот как-то партиционированы, и вам повезло, что они равнаверные. Здесь, например, по три ноды их обслуживают, ну, и партиция может, ну, разрыв сети может произойти вот так. Ну, вот у этих ребят реально проблемы. Хотя нет, здесь нет никакого проблем. Ну, понимаете, почему? Потому что внутри каждого вашего шарда большая часть нод жива. Вот у этого паренька проблема. то есть, для какой-то доли данных, для одной трети, для одной трети от этой третей, которые, для клиентов, которые попали сюда, у них не будет работать запись. То есть, в такой ситуации вы жертвуете доступностью, но только доступностью очень маленькой доли, для очень маленькой, маленькой доли клиентов. если систему там разрабатывать тупо и в лоб, то вы можете сказать, ой, ну тут вообще плохо все, тут вот разрыв, так это все не работает, но эти как-то как-то могут жить. Но на самом деле вы не обязаны, потому что вот для вот этой партиции существует большинство, которое живы. все это будет работать, если у вас нет каких-то глобальных инвариантов. Например, ну одна из вещей, про которую часто забывают, вот у нас тут профиционирование в базе, все круто, только у нас есть какой-то секвенс-генератор, который нам ID-шники выдает, последовательный, глобальный для всех. Вот. И как бы все бы хорошо на чтение, только на запись, когда мы сюда придем и захотим что-то записать, нам надо сгенерировать, ну захотим заинсертить в таблицу новую запись, нам нужно создать новое значение с помощью нашего генератора. А он глобальный, и если мы позволим вам создать, что потом делать с этими ребятами, которые не знают, что генератор вырос. Но если вы там изначально про это думаете и проектируете вашу базу так, чтобы глобальных инвариантов не было, или глобальных джойнов каких-то, то у вас может быть очень маленькая недоступность в таких случаях. Ну, то есть, идея в том, что, да, как я и писал, прогресс возможен, даже если у вас система разваливается. Ну, на тему восстановления консистентности. Во-первых, для того, чтобы консистентность восстановить, нужно знать, что такое неконсистентность. Для этого вы должны знать в вашей системе, вообще понимать, какие у вас существуют варианты, которые нельзя нарушать. Там, что баланс счета положительный, что, ну, то есть, в каждой системе они свои. Что там мы всегда в таблицах ссылаемся на существующие записи. там, что какие все значения нот, там, что суммы в каких-то таблицах, они определенно, там, положительные какие-то. Ну, такого рода. Ну, и если там долго в этом копаться, то это реально похоже на параллельное обновление многопоточного программирования. Чтобы задетектить, что у вас там произошла гонка или что-то пошло не так, вам нужно знать, что проверять. Ну, например, что в вашем линкет-листе, там, конкарнт, циклов нет. Ну, была прикольная атака на... Ну, ладно, это отдельная тема. Ну, например, можно использовать векторные часы для обнаружения конфликтов. Кто-нибудь слышал про этот курс распределённых систем в институте у кого-нибудь был? Нет? Мы поговорим про это? При восстановлении консистентности иногда приходится откатывать ошибочные операции, которые мы выполнили. То есть, мы позволили их выполнить, а потом выяснили, что это делать нельзя было, потому что, например, на счету все деньги уже сняты. Ну, в таких случаях очень полезно иметь не просто последнюю версию какого-то значения, иметь весь лог операций, по крайней мере, с начала разрыва. Ну, как действует в распределённых системах контроля версий. Можно использовать современные структуры данных. Про CRDT кто-нибудь слышал? Где-то сам? Это суперинтересная и крутая штука. Главное, тупая. Но она достойна отдельной лекции, к сожалению. Но идея заключается в том, что вы можете существуют типы данных, которые при восстановлении связности сойдутся к правильному значению. То есть, например, у вас есть какой-то счётчик и каждый раз, когда, ну, например, счётчик посещений и каждый раз, когда вы хотите добавить новое посещение, вы этот счётчик представляете в виде сета значений и когда новый посетитель посещает ваш сайт, вы добавляете в этот сет идентификатор этого посетителя. Но если он увидел вашу страничку второй раз, вы добавите его же в сет и ничего не поменяется. То есть, количество просмотров страниц это размер сета. Так? Ну, вот вы добавляете ещё посетителей. добавляете. А потом у вас система развалилась. И в одной половине системы добавили значения. Ну, уит это юзер айди. и во второй половине системы добавили какие-то значения. Ну, я только уникальные пишу. Например, сюда же снова пришёл юзер четвёртый. То есть, с точки зрения этой системы у нас посетителей было шесть. А с точки зрения этой части пять. Ну, когда они сойдутся назад и сольют эти сеты, то они снова получат шесть. И дальше всё будет круто. Ну, собственно, весь трюк заключается в том, что, ну, почему они реплицированные, да, вот они на куче нот живут. Коммутативные, потому что здесь операция добавления и слияния есть, она коммутативная. Неважно, в каком порядке вы будете добавлять элемент в этот сет. Ну, и на самом деле механизм кажется тупым, но на нём можно построить очень много клёвых штук. Например, там, операция удаления, она не коммутативна, но можно хранить два сета, в одном мы храним только добавление, а во втором только удаление. Когда нужно посчитать значение, мы считаем размер первого, размер второго и вычитаем. И каждый сет у нас коммутативен. В общем, рекомендую очень интересную штуку, набирает обороты, много где использоваться начинает. Вот. Ну, например, с банкоматом. Ну, инвариант у нас простой. У вас на карте баланс не может быть меньше нуля. Ну, как банк хочет. Но, понятно, что если там банкомат у него модем потерял связь и он недоступен или, не дай бог, это в магазине, клиенты будут очень недовольны. Потому что, ну, все, продажи встали. Поэтому банк выбирает доступность. То есть, мы хотим быть всегда доступны на запросы, снятие наличности и оплаты покупок, но в определенном пределе. То есть, если связь пропала и банкомат или терминал это понял, то он вводит лимит на снятие наличности. как только связь восстановилась, то поскольку операция коммутативна, это означает, что когда вы снимаете деньги, неважно в каком порядке вы их снимаете, мы можем пересчитать баланс. Ну, собственно, мы считаем баланс, если клиент ушел в минус, то мы его же штрафуем. Ну, собственно, во всех условиях банковских есть так называемый штраф за овердрафт. Вот он не для того придуман, что банки хотят на чем-то заработать, он придуман как их защита из-за того, что они выбрали доступность выше, чем консистентность. Ну, и ради клиентов на самом деле. Но существует такая штука, как чек-кайтинг, ну, криминальные темы, когда вы просто быстро и примерно в одно время в кучу банкоматов снимаете деньги, а за счет того, что система тормозит и она резолвит транзакции медленно, вы можете уйти в глубокий овердрафт. То есть, каждый банкомат высыл лимит 200 баксов, но вы посещаете 100 банкоматов, снимаете по 200 баксов и уезжаете за границу. Ну, то есть, эта тема была популярна одно время, особенно, когда там связь была медленной. И банкоматы, например, копили у себя список операций, а потом регулярно либо кто-то приезжал и выгружал их с них для проверки. Вот. И банк выяснит когда-то позже, что вы уже в глубоком овердрафте, надо вас не дозвониться. Ну, есть статья в Википедии про это даже. Есть, да, вот, довольно, ну, не супер свежие, но, на самом деле, вот, если есть презентация, это не статья, то есть презентация, картинки, там, кликайте быстро, все. Она 2008 года, но даже сейчас, мне кажется, это дико круто. То есть там eBay и Рэнди Шауп, он там тоже глава инфраструктуры, если я не ошибаюсь, или вообще там главный архитектор, он сформулировал основные принципы, которые, которых они пытаются придерживаться. Там профессионируют абсолютно все. То есть по функциям, по, там, по пользователям никакого разделяемого состояния нет. Все обрабатывается синхронно, то есть везде стоят очереди сообщений, данные буферизуются, обрабатываются по мере способности клиента их обработать. Там куча автоматизации, там конфигурация подстраивается автоматически, там, если параметр, ну, в том числе с помощью машин ленинга, то есть подбираются оптимальные параметры, там, размеров буферов или каких-то задержек и тайм-аутов для того, чтобы улучшить целевую функцию. Это не люди делают, это просто машина сидит и делает. Пробует разные комбинации, смотрит какая лучшая, раскатывает по кластеру. Ну, в общем, про это все мы говорили, что ломается все и поэтому они не пытаются сделать систему, ну, полагаться на то, что у нас есть дорогая железка и она там будет работать бесконечно долго. Поэтому есть всякие механизмы навороченные для того, чтобы обнаруживать потерю связности, ошибки, роллбэчится в таких случаях. И очень важная штука graceful degradation. То есть, если система поняла, что у нее возникли проблемы, она пытается хоть что-то разумное отдать пользователю. Ну, собственно, также реализованные в одноклассниках. Если какая-то часть системы ломается и она не критична, то у пользователя там пропадет, например, вкладка видео или музыка или фотки. Но все остальное будет работать. То есть, там все работающие части системы, они будут работать и из-за какой-то дурацкой ошибки или из-за отказа там малозначимого сервиса пользователь не увидит 500 на странице, где как бы все данные собраны и есть, вот кроме какого-то счетчика дурацкого. Ну, и, собственно, неконсистентность будет везде, когда у вас все профессионировано и все работает асинхронно, потому что у вас изменения доезжают постепенно. Поэтому нужно рассчитывать на то, что консистентность будет только eventual, то есть когда-то она будет восстанавливаться, когда все сбои, ну, когда наступит момент, когда нет никаких сбоев, а и распределенные транзакции они не используют вообще. То есть, в крайнем случае, если возникает какая-то проблема, то там клиенту начислят бонус какой-то, либо скидку дадут, или купон, или еще что-то. Ну, про транзакции. А, да, что такое транзакция? Так, кто может сказать? Что такое транзакция? Вам же в реляционных базах рассказывали про транзакции. Про транзакции, которые либо все выполняются, либо не выполняются для транзакции. Да, круто. Ну, в общем, так и есть. Ну, и вам, я думаю, рассказывали про ACID, свойства транзакции. Ну, собственно, это самая известная и популярная аббревиатура. Ну, не знаю, рассказывали ли вам, но на самом деле, ну, аббревиатуру изобрели в Калифорнии, в 60-е. Там, значит, ребята шарили. И там не хватало одной буквы с четырех, поэтому там одно из свойств, на самом деле, придумано искусственно, что получилось. все есть. Значит, ну, мы поговорим про BASE. Это другая характеристика транзакции, которая фокусируется на высокой доступности и устала распространяться. По-моему, продвигать стал тоже Brewer, который теория мука придумал, но я не уверен. Ну, собственно, для начала, что Wased, что такое? Ну, освежить вам все это рассказывали. Ну, это месте означает либо все, либо ничего. То есть, у нас там есть коммиты и роллбеки. Роллбеком мы можем откатить весь набор операций. Мы часто используем санду логи, в которые пишется, что нужно сделать при роллбеке, потому что обычно мы рассчитываем на то, что у нас конфликтов не возникли, это, скорее всего, будет коммит. Поэтому мы структуру данных меняем, рассчитывая на коммит, но на всякий случай, если придется делать роллбек, потом мы в андуллог запишем обратный набор операций. Ну, не обратный, реверсный. Консистенция это переход из одного корректного состояния в другое. То есть, ну, что это включает в себя? У нас есть индексы, которые должны ссылаться на существующие значения, там не должно быть пропусков, там ограничения, ссылки, триггеры, не знаю, зачем все это вписанное. Ну, изоляция это некая иллюзия последовательного выполнения транзакций. То есть, как будто транзакции выполнились в неком порядке. Про уровни изоляции, я думаю, вам рассказывали все. Кто-нибудь про multiversion concurrency контрол, слышал, читал. То есть, как реализуется собственная изоляция транзакций в базе помимо локов. Потому что, ну, насколько, ну, нет, используют, но самые современные производительные СУБД, реализационные большинство из них используют MVCC. Кто не знает, это крутой хак, в Википедии компактно описано. Да, по сути, при каждой операции у вас, ну, как в системе контроля версии строится дерево изменений, и если кто-то открыл транзакцию на чтение в какой-то момент времени, он продолжает читать вот ту версию, на которую он ссылается. А при этом уже настраиваются изменения над ней. Если эти изменения коммитятся, то, по сути, там, о, вот, круто, почему никто руку не поднял. Да, ну, самые крутые базы работают на этом. Ну, дюрабилити, понятно, надежное долговременное хранение, пока наши ноды не погибнут. А про распределенный коммит вам рассказывали что-нибудь? Окей. Ну, говоря, то есть, мы в этом курсе рассматриваем распределенный субэд, поэтому у нас всегда больше одной ноды, поэтому локов каких-то или MVCC недостаточно, поэтому нужны механизмы реализации распределенного коммита. Ну, самое известное это двухфазный протокол коммита, мы его рассмотрим. Трехфазный протокол коммита. Понятно, что с двухфазным проблемы какие-то. Есть протокол Paxos, про который мы говорить не будем, но исторически он появился первым, реализован в гугловских сервисах, ну, в первую очередь его опубликовали гугловцы в их сервисе Chubic, который используется в ZFSE, а, не в GFS. Есть аналог, который реализован, используется в Apache ZooKeeper, который используется в HDFS. Но мы будем говорить про Raft. То есть, это более новый протокол, более простой, спроектированный с точки зрения понятности. Потому что про Paxos там читают курсы из кучи лекций, потому что протокол довольно сложный. А Raft простой. И мы его даже за пол лекции рассмотрим. Собственно, что такое AsitfCup? Вот на самом деле вот эти буквы A и C имеют совершенно разный смысл. Собственно, атомарность. Ну, в CAP при анализе вашей системы с помощью CAP-теоремы полезно иметь атомарность, потому что она используется в каждой партии, я уже стер, в каждой партии и помогает при восстановлении корректности. Потому что вы знаете, что вот этот набор операций выполнен атомарно, и вот на другой ноде есть набор операций, он выполнен атомарно. Поэтому, когда мы восстанавливаем связность, нам нужно придумать такой способ, чтобы для пользователя совместный набор операций выглядел атомарно. Ну, при партиционировании консистенции у нас невозможно. Надеюсь, я это смог доказать, показать, по крайней мере. Но мы можем запрещать некоторые операции и не допускать неконсистентности. Либо разрешать какие-то операции, но восстанавливать инварианты впоследствии. Ну, примерно таким способом. Например. То есть у нас система развалилась на две части, но она продолжает работать. И пока пользователи, которые работают с этими частями, не общаются друг с другом, никто ничего не заметит. Вот если они созвонятся, то один скажет, а у меня тут говорят четыре просмотра, а ты говоришь, что у тебя пять просмотров. Ну, только в этот момент они смогут понять, что что-то идет не так. Но когда система восстановится, она опять придет к валидному значению. Ну, изоляция означает, что мы можем работать в рамках только одной партиции. То есть, мы можем гарантировать свойства изолируемости транзакций, но мы не сможем скоординироваться с разными сторонами от разрыва сети. Ну, в принципе, можем понизить корректность, потом компенсировать ее. Ну, дюробили себе всегда полезно. Вот, в чем смысл бейс? Началось все а, да, это не Брювер был. С такой статьи бейс означает, что ваша система почти всегда доступна. Вы не можете рассчитывать на то, что у вас состояние консистентное, потому что ваша система распределенная и она почти всегда доступна. Значит, какие-то неконсистентности будут. Но если связь восстановится, сбоев никаких нет, то консистентность вернется в норму. Но фактически все, ну, подавляющая часть NoSQL Storage она имплементит эти идеи. То есть во главу угла ставится доступность, если у нас возникли проблемы, мы развалились на части, то когда проблемы решат, у нас консистентность вернется сама собой в норму. Ну, давайте начнем с протокола двухфазного коммита. Значит, это распределенный протокол атомарного коммита, который означает, что в нашей распределенной системе мы атомарно принимаем решение всеми узлами что-то сделать. Либо всеми узлами принимаем решение это не делать. То есть либо это будет сделано везде, либо нигде. Ну, собственно, как атомарность весит. Собственно, либо коммит, либо аборт. Протокол позволяет переживать некоторые временные сбои. И протокол использует логирование для восстановления. То есть все операции логируются. Если произошел сбой, то в автоматическом или ручном режиме в зависимости от сбоя, просмотрев логи на всех нодах, можно понять, как его починить, как восстановить консистентность операции. У нас же атомарность гарантируется. Ну, собственно, восстановление это большая часть логики протокола. Ну, протокол состоит из двух фаз. На первой фазе координатор, он рассылает, ну, пытается подготовить участников транзакции. И он опрашивает их. Вот наш запрос будем коммитить или нет? Вы сможете это у себя сделать? Или как? Ну, каждый участник говорит, да, я смогу, значит, я готов. Либо мне что-то мешает, я не готов коммитить такую транзакцию. Собственно, если все сказали yes, то, абсолютно все, то есть все должны быть доступны, то координатор решает, будем коммитить, и он рассылает всем решение. Если все сказали yes, то всем посылает коммит, если хоть один сказал нет, то аборт. Ну, участники применяют полученное решение. Ну, все просто, да? вот, если нет сбоев. Какие-нибудь проблемы у кого-нибудь приходят на ум в этом протоколе, так? Понять, что кабинет зашел, и все совершилось. Да, ну, основная проблема, да, здесь возникает, но даже и здесь, на самом деле. Ну, давайте смотреть. Ну, во-первых, вот этот протокол исходит из нескольких таких довольно абстрактных предположений. У нас есть выделенный координатор, и на нем есть, ну, это еще нормальное предположение, некий stable storage с write-ahead-log. Ну, stable storage, про него даже есть отдельная статья, это такая гипотетическая концепция, которая подразумевает, что у вас есть жесткий диск, ну, или не жесткий, а какой-то, который может гарантировать, что на него что-то записали. Вот, в реальной жизни вообще это нифига не так. Почти не один жесткий диск, ну, по крайней мере, отдельно этого не гарантирует вам. Даже когда он операционной системе рапортует, да, все круто, вы делаете там sync, f-sync, там, все что угодно, потом, там, через микросекунду пропадает питание, включается, выясняется, не, нифига он не записал. Ну, потому что, там, чтобы как-то объединить, повысить пропускную способность и пишут какими-то блоками. И, когда он вам говорит ок, непонятно, что это значит, что это в каком-то буфере оказалось, или это уже в другом буфере оказалось, либо он выставил эти данные, они едут сейчас на диск реально и пишутся, либо они уже записались. Ну, это большая проблема, и она часто решается тем, что, ну, понятно, тупо ставит кучу дисков в рейт какой-нибудь. Ну, и с большей вероятностью один из них все-таки реально на диск запишет, а потом мы это прочитаем. Еще одно предположение, протоколы уже более стремное, что узлы не умирают навсегда. То есть, что у нас будет возможность оттуда диск достать и посмотреть, что у него там в commit log было. Но если у него есть такой stable storage, и то, что он, тот ответ, который он послал координатор, он реально записал write-ahead log, также и предположение, что данные в вал никогда не теряются и не портятся. И что любые два узла могут общаться. И в этом протоколе, если реально взять и полностью уничтожить узел, то вы можете потерять данные, ну, вы можете, точнее, не понять, что делать, записать, записали мы эти данные или не записали. ну, выглядит примерно так. То есть, у нас есть координатор, он посылает всем запрос на commit, они либо готовятся выполнить commit, авоцируют память какую-то, либо решают, что мы не сможем, то есть, они хотят абортиться и посылают решение. Координатор понимает, что мы будем дальше делать, commit или аборт, и рассылает эти решения всем. Ну, они подтверждают, на самом деле, за коммитили или за абортили. Собственно, какие есть оптимизации в этом протоколе? Например, мы можем решить, что давайте считать, что у нас есть по дефолту аборт, либо коммит. Ну, чтобы их не писать в лог и сэкономить на записи. Ну, это решение мы будем использовать при восстановлении. Если произошли какие-то сбои, то, например, мы считаем, что если непонятно, что было, то по умолчанию у нас был коммит, либо, если мы пессимисты, мы будем считать, что по умолчанию у нас был аборт. Ну, ок, меньше пишем. Есть такая оптимизация, как древовидный двухфазный коммит протокол. То есть, у нас есть координатор какой-то, ну, как сеть реально выглядит, она же не полносвязная в реальной жизни, не такая. Там есть какие-то узлы, там какие-то отдельные стойки. Собственно, координатор отправляет на фазе голосования запрос только ближайшим узлам. Они собирают решение от нижележащих узлов. Ну, и, например, если кто-то из них сказал аборт, то аборт сразу идет наверх. Если никто не сказал аборт, то каждый узел дожидается, пока все скажут согласен, ну, то есть, yes. После этого отправляет yes наверх. Ну, хорошая оптимизация экономит сеть, потому что нам нужно не вот так вот общаться, ну, меньше раундрипом делать, а не короче. Ну, можно, есть даже еще более крутая оптимизация, можно делать динамический двухфазный коммит протокол. то есть, у нас есть какая-то сеть. Ну, то есть, это реальные машины, которые связаны какими-то линками. И когда мы голосуем, то координатор рассылает всем решение, как ты думаешь, будем коммитить, рассылает всем вопрос, будем коммитить или нет. Они рассылают вопрос дальше. А дальше становится интересная штука. Когда каждый промежуточный узел, он копит ответы. И когда приходит последний, предпоследний ответ, то все собранные ответы пересылаются в оставшуюся дугу. Например, сюда. А если эти узлы вот здесь вступят, то координатор, он получил ответ от всех дуг, кроме одного, кроме одной, он присылает решение туда. Значит, здесь, когда получат ответ, и от последнего получится ответ, то вот эта нода, где сошлись все волны ответов, она становится координатором для этого запроса. То есть посылается такая волна голосований, ответы начинают идти в сторону того поддерево, который тормозит. И где-то эта волна встречается. И там, где все решения соберутся вместе, та нода и будет координатором для этого запроса. Следующий запрос, он опять запускает волну, и, например, решение может здесь собраться. теоретически это доказано, это самый быстрый способ голосования в протоколе двуфазного коммита. Кто не понял идею? Окей, круто. Ну, какие ограничения у этого протокола? У нас протокол блокирующий. Если координатор исчезнет, то некоторые участники транзакцию не закончат. Например, предположим, все проголосовали за коммит, координатор понял, что да, будем коммитить, начал рассылать всем коммит, но отправил только половину. Ну, половина точно закоммитила и знает, что все норм, а другая половина сидит и ждет, так что мы коммитим или нет? Потому что координатор знает окончательное решение, а он умер. Ну, собственно, эта ситуация описана. Вот еще одна интересная ситуация. Например, здесь произошло два сбоя. Реплика выполнила коммит первая. То есть у нас координатор собрал со всех голоса, все сказали, будем коммитить. Потом координатор понял, что да, будем коммитить, отправил коммит, начал отправлять коммит репликам, но успел отправить только одной. Она выполнила коммиту себе и сдохла, и координатор сдох. И что делать? Мы вроде собирались коммитить, но никто не знает на самом деле какое решение принял координатор. Если посчитать, что принять, что давай решить, что коммита не было, а вдруг на самом деле он был и на той реплике данные уже изменены, которая упала, она же вернется в строй, помните предположение, которое мы перечисляли, что реплики не исчезают навсегда. А если решить, что да нет, наверное, был аборт, а вдруг на самом деле та реплика успела закоммитить. Если был коммит, она могла заабортить, то есть откатить изменения. То есть они у всех будут, а у той и не будет. Ну, собственно, да. Только они не знают результат. Пессимистик аборт невозможен, пессимистик коммит тоже невозможен. Трехфазный протокол коммиты. В общем, вы не пугайтесь, на самом деле все тупо. Почти все так же, как у двухфазного, но протокол не блокирующийся, то есть есть ограничения, но он не блокируется при выпадении двух нот. То есть просто здесь все, ну, прогресс невозможен дальше. Этот протокол не блокирующийся, то есть он придет к какому-то решению, его можно разрулить, лучше ведет себя при сбоях, и вторую фазу коммит в двухфазном протоколе коммита мы разбиваем на две фазы. То есть у нас была фаза голосования, здесь мы голосуем, здесь мы делаем, вот эту фазу мы режем. Ну и получается примерно так. То есть координатор собирает в начале голоса, там будем коммитить? Все говорят да, будем. Если ну, мы на самом деле пока не знаем каким будет решение, мы же не знаем, как другие ноды проголосовали, поэтому в случае каких-то проблем будем абортиться. Если координатор от кого-то не получил решение, он тоже за абортит транзакции, потому что он знает, что они будут абортиться. Дальше, если он всех получил да, то он посылает всем команду при коммит, типа готовимся к коммиту, все ноды должны подтвердить, что они подготовились. При этом на этой стадии у них есть знание о том, что координатор решил коммитить. Значит, все проголосовали за до этого. Поэтому если случится какой-то тайм-аут или какая-то проблема, то ноды сделают коммит. но при этом координатор в случае тайм-аута он клиенту скажет аборт. И он будет дальше пытаться вернуть эти дальше будет пытаться но если тайм-аут от какой-то ноды произойдет, он не получит подтверждение при коммита, то он пошлет на следующей стадии нодом аборт. Но они здесь не коммитят, они ничего не делают. Они только у себя в лог сохраняют информацию о том, что координатор решил коммитить и послал нам команду при коммит. Ну и наконец, если мы от всех получили подтверждение, то мы посылаем третью команду. Сделай все, что нужно, на диск пиши и так далее. Ну и они просто подтверждают, что ее выполнили. Ну собственно смысл второй фазы как раз донести решение координатора до всех участников, но при этом еще ничего не делать. То есть это решение только записать в лог. Ну это позволит при сбоях восстановить состояние реплики. Если хоть у одной реплики в логах было при коммит от координатора, это значит, что они все проголосовали за до этого, значит мы можем хоть руками, хоть автоматом всех довести до коммита дальше. Ну собственно последняя фаза такая же как в двухфазном коммит протоколе и мы восстанавливаем при сбое координатора состояние с помощью реплик. Мы смотрим в write-ahead-lock каждые реплики. Смотрим был там при коммит или нет. Ну да. Если кто-то вообще не получил, не прошел первую фазу, то есть если кто-то не получил сообщение первой фазы, это значит координатор решение принять не мог, поэтому мы делаем аборт. Если кто-то получил при коммит, значит координатор со всех собрал yes и принял решение коммитить. Значит мы всех доводим до коммита. Вот. Но протокол перестает работать, если у нас порвалась сеть. Ну собственно он всегда собирает решения со всех узлов. Ну все очевидно. Ну и на самом деле этот протокол он придуман для реляционных баз данных, где ну это не было распространенной практикой устойчивой к сетевым сбоям, потому что обычно это одна железка, пусть и супер мега мощная, но это одна железка. Собственно как бороться с сетевыми сбоями. Но начнем с отношения happens before и отметок времени лампорта. Значит суть задачи заключается в том, что нам нужно определить порядок событий в распределенной системе. А может кто-то знает про отметки времени лампорта. Окей. Ну идея очень простая. Статья старая, тем не менее все эти идеи имплементятся в современных сториджах проверено все временем. Ну какие правила? У нас есть куча процессов в системе, у каждого есть счетчик, который инкрементируется, одно число. Если происходит какое-то событие, то мы инкрементируем счетчик. Если мы кому-то посылаем сообщение, то мы пересылаем свой счетчик вместе с сообщением. Когда нода получает сообщение, она обновляет свой счетчик на максимальное значение от предыдущего значения своего счетчика и того, что пришло с сообщением. То есть это такие логические часы, которые текут в системе. Ну можно описать это формально, то есть у нас есть c и x это время событий x. Для любых для всех событий неравных время разное. Потому что каждое событие инкрементирует счетчик. Ну для того, чтобы различать события в разных процессах, ну на диаграммах, если вы будете встречать это, часто добавляют идентификатор процесса. То есть у процесса такого-то счетчик такой-то, у процесса другого другой. Ну и этот подход устанавливает отношение причинно-следственной связи. То есть если одно событие произошло перед другим, то время первого события будет меньше времени второго события. Но у нас нет сильного отношения к консистентности часов. Если время одного события меньше времени другого события, это не значит, что событие произошло перед другим. Но в принципе у нас все равно есть информация о том, что если время одного события больше или равно времени другого события, то второе событие не могло быть после. Здесь я думаю есть картинка. Нет. Нет картинки. Так, попробуем прикинуть. То есть у нас есть в каком-то узле произошло событие А. Счетчик был 0. Из-за события А он стал 1. Из-за события Б он стал 2. Так, в каком-то процессе. Вот начало времен. Событие было раньше, поэтому у него время меньше. Так? Ну, собственно, вот так. С другой стороны нет. Нужна сейчас, по-моему, там есть картинка? Нет. Там есть картинка. Там про векторные часы картинка. Она желательно это понять. Иначе будет трудно понять. Так, сейчас я подумаю. Да. Собственно, да. Когда мы пересылаем, предположим, что мы послали сообщение в другую систему. То есть, у нас был процесс PIT1. Мы послали сообщение другому процессу. по правилу мы перед отправкой сообщения инкрементим счетчик. Сюда приезжает 3. И ничего с ним не делаем. То есть, вот это событие C. И мы отправляем сообщение еще одному процессу. А, А мы не отправляем. Мы делаем вот так. У нас происходит еще одно событие в системе. и в нашем процессе счетчик тоже становится 3. Вот теперь вот эти 3, они ничего не значат, потому что мы не знаем, что произошло раньше. То есть, если известно, что одно событие было раньше, то и времена будут. То есть, если причинно-следственная связь есть, то и значения счетчиков связаны. Но из-за связи значения счетчиков не следует причинно-следственной связи между событиями. Потому что после отправки сообщения у нас разные процессы могут делать все, что угодно. И они могут переиспользовать одни и те же значения счетчиков. Потому что здесь будет 4, 5 пойдет. Этот процесс продолжит считать дальше. Здесь тоже будут свои 4, и какие-то события, которые совершенно параллельно идут. но верно обратное, что если одно значение больше другого, то причинно-следственной связи не может быть. в обратную сторону. В чем заключается идея? Векторные часы, отметки времени Лампорта, они фактически создают логическое время, которое тикает на процессах. И процессы его подгоняют, когда получают сообщения с более новым счетчиком. Зачем это придумали? Потому что точное время синхронизировать невозможно. Ну, то есть, если у вас только не стоят атомные часы в дата центре, что в итоге Google и сделал. То есть, они поставили супер мега, ну, обеспечили супер мега точное время, то есть, есть там GPS-приемники времени в каждом дата центре, и очень четко настроенный алгоритм синхронизации часов между серверами. И таким образом, если вы можете гарантировать верхнюю границу на максимальное расхождение времени между машинами, то вы можете это использовать в том смысле, что если вы выполняете какую-то транзакцию, вы узнаете, что, ну, у меня гарантируется 100 миллисекунд расхождение, но я 100 миллисекунд подожду, тогда значения уже точно все доедут. То есть, причинно-следственная связь будет интерпретироваться однозначно. Если я хочу, чтобы по отметкам времени какой-то процесс понял, что какое-то событие раньше другого, тогда я отправлю одно сообщение, подожду 100 миллисекунд, и отправлю второе сообщение. Каждый сервер знает, что у нас время может расходиться не больше, чем на 100 миллисекунд, поэтому, если между событиями время больше 100 миллисекунд, первое произошло раньше. Поэтому, вы не поверите, но там есть распределенные транзакции, ну, есть вот статья открытая и интересная, и парни просто втыкают слипы в те моменты, когда нужно. Так, в коде у вас распределенная система высокопроизводительная, вы так знаете, какой у нас дельта времени может быть, поэтому это времени плюс эпсилон какой-нибудь. И таким образом даем знания другой стороне, как связаны по времени события. Вот, ну, это так в сторону немного. Собственно, что я пытался показать, если процессы не общаются, а живут как-то сами по себе, то между событиями, которые у них происходят, отношений порядка нет. Они абсолютно конкурентные. ну, есть частичный порядок. То есть, мы можем сказать, что вот все, что произошло здесь, оно произошло позже вот этого. Потому что между этими событиями есть связь. Ну, соответственно, здесь. А вот эти времена мы сравнивать не можем. Ну, вот эти троечки, четверочки. Ну, понятно, что механизм не очень гибкий. Поэтому придумали векторные часы. Если не ошибаюсь, я их тоже лампорт придумал. Собственно, идея, давайте ведем частичный порядок событий в распределенной системе и научимся обнаруживать нарушение причинно-следственных связей. То есть, когда реально возникает конфликт, нельзя сказать, что одно событие произошло раньше другого. векторные часы в системе с N-процессами. То есть, здесь у нас часы это были. Был просто счетчик, который мы пересылали всем. И каждый процесс внутри себя вел только свой счетчик. При приходе события он обновлял свой счетчик. При отправке сообщение другую систему пересылал его. В системе с векторными часами у нас каждый процесс содержит массив логических часов по одному на процесс. Как обновляем этот массив? То есть, здесь у нас три процесса, поэтому здесь будет массив и здесь будет массив из трех часов. Да, и тут мы кому-то... А, это мы и есть. Ну, два процесса, значит, вектор по два элемента. Ну, изначально у нас все в ноль. Если у нас что-то происходит внутри нашего процесса, то мы свои логические часы в этом векторе инкрементируем на единичку. Перед отправкой сообщения мы также инкрементируем единичку на единичку свои логические часы, но считайте, что это такое же событие, и весь вектор отправляем сообщение. Когда процесс получает сообщение с вектором, он снова инкрементирует свои логические часы в собственном векторе, а после этого мерджет вектора, то есть он берет полукомпонентный максимум и устанавливает в качестве своего вектора. Ну, и выглядит это примерно так. Картинка откуда-то сперта. Но так все началось здесь, момент времени ноль. У нас у каждого процесса были только свои часы, то есть один компонент, и все выставлено в ноль. Вот процесс C инкрементит свои часы и отправляет сообщение процессу B. B при получении инкрементит свои часы и в сообщении берет максимум. В своем векторе у него был только элемент B, пришел элемент C, поэтому максимум будет два элемента. Потом он отправляет сообщение процессу A, инкрементит перед этим. Процесс A получает B2, C1 и при получении инкрементит свое значение V1. Потом он пересылает назад процессу B, свое значение инкрементит. Процесс B получил. Заметьте, у него А, он перед этим еще успел отправить сообщение C при инкременте в свое значение. У него видите, B3, C1 было. C получила, стало, было C1, стало C2, взяла максимум от B3. Потом A отправил сообщение сюда, здесь было B3, здесь было B2, взяли максимум. Но еще мы и приинкрементили его, потому что получили сообщение. и здесь по этой картинке вот относительно вот этого сообщения мы можем сказать, что все, что находится в этой зоне, оно покомпонентно меньше, чем вот этот вектор. Все, что находится в этой зоне, оно покомпонентно больше. и действительно все здесь, видите, оно произошло раньше. Здесь есть причинно-следственные связи, потому что между отправкой и получением сообщения есть причинно-следственная связь. И внутри каждого процесса при инкременте счетчика есть причинно-следственная связь. А вот это уже выпало. Потому что мы не знаем, когда этот процесс получил сообщение. И последующая линия эволюции, она за границами. То есть здесь точечек нет, видите, мы снова несравнимы. Вот это А3, B33 ни с чем не сравнимы уже. По этой картинке есть вопросы у кого-нибудь? Круто. Ну, как это формально представляется, у нас есть векторные часы для любого события. Z компонента для Z процесса. Если один вектор меньше другого, ну, что это означает? Что для каждой компоненты значение меньше или равно, и существует компонент, где значение строго меньше. Потому что это не равные вектора. Потому что равные вектора на самом деле не означают, что события в одно время произошли. Меньшие вектора означают это. если есть причинно-следственная связь, то один вектор строго меньше другого. И даже есть следствие относительно логического времени Лампорта. Если один вектор меньше другого, то и отметки времени будут также связаны. Ну, отношение понятно антисимметрично, оно в одну сторону направлено, и транзитивно. можете упорядочивать последовательность. Да. Вот. Так, по этой части есть вопросы у кого-нибудь? Значит, векторные часы, они используются во многих сторожах именно для того, чтобы когда у нас система восстанавливается, и мы начинаем обмениваться данными, которые пропустили, с данными связанные векторные часы, можем по ним понять, какие операции произошли раньше. Если были модификации элементов в какой-то ячейке, и мы их можем упорядочить, можем взять последнее значение. А если мы не можем их упорядочить, и мы понимаем, что эти вектора несравнимы, мы понимаем, что это конфликт, который мы разрулить не можем. Мы отдаем эти данные юзеру и говорим давай merge теперь исходя из предметной области. То есть либо мы выбираем одно значение, либо начинаем их расчленять, парсить и как-то объединять что-то. То есть это способ упорядочить с одной стороны события и понять, какое из них произошло позже, и возможно просто взять последнюю версию. А с другой стороны понять, что не связано, что невозможно, где мы не имеем права просто так взять какую-то версию. Ну, например, эта штука реализована в Эльдеморте и вы можете подсунуть свою политику, как разруливать конфликты, если вектора несравнимы. Ну, есть много других реализаций, которые используют векторные часы. В той же Кассандре используются не отметки времени Лампорта, но основная проблема с ними заключается в том, что значения могут быть разными, но это не значит, что вы имеете право использовать элемент с большим значением счетчика, потому что он вообще может быть не связан. То есть эта система по времени успела сделать очень много операций и счетчик до миллиона увеличила, а вот эта система работала медленно, но по времени она проинкрементировала счетчик на единицу, но сильно позже, по абсолютному времени. Ну, в общем, вот. Поэтому здесь на время полагаться нельзя. Дальше предлагаю сделать небольшой перерыв и перейти к протоколу RAFT. протокол RAFT был опубликован, протокол PAXIS был опубликован довольно давно и существует много реализаций, но его пытались улучшать, оптимизировать, описывать какие-то инженерные трюки, подводные камни и если вы там поищите статьи со словом PAXIS, их будет огромное множество. И в частности есть такая статья, которая описывает с инженерной точки зрения в общем сложности реализации такого нетривиального протокола. И идея основная заключается в том, что протокол может быть теоретически крутой, корректный, даже доказано, что он корректный может быть, но при этом из-за того, что его настолько сложно реализовать, реализация не имеет ничего общего с теорией, в ней какие-то свои баги есть, которые проявляются как-то, ну, таким образом, который недопустим с точки зрения теории. Поэтому разработчики RAFT, которые работали в Стэнфорде, они подошли с другой стороны, они попытались придумать протокол, который будет легко понять студентам, который будет легко реализовать инженерам, где будет очевидно, что работает, что не работает. Про что вообще идет речь? Мы говорим про протокол консенсуса для реплицированных автоматов. Кто не знает, что такое конечный автомат? Окей. Ну, многоязычные терминологии это finite state machine, то есть конечная машина состояний. В конечном автомате у нас... А, в русской конечный автомат. Конечный автомат описывается множеством состояний и набором переходов. переходы могут быть обусловлены какими-то условиями, то есть какими-то событиями, либо, ну, в частности, какими-то таймерами, тайм-аутами и так далее. При переходах могут выполняться какие-то действия. существует множество похожих формализаций, они все немножко разные. Например, в автоматах мили действие выполняется при переходах между состояниями, в автоматах мура при входе в состояние, то есть действия связаны с состояниями. То есть, когда мы входим в состояние, мы выполняем действие. по какой бы дуге мы не вошли, мы выполняем действие. В автоматах мили к переходам сами могут быть привязаны действия. Если вдруг кто не читал, есть древняя статья муры, то есть это начало 20 века, такие вот еще статьи попадаются, где такой скан, статьи, отпечатанные на печатной машинке, желтоватой, называется такое слово есть, я так понимаю, что из немецкого взаимствованного. Это Gedanken Experiments on Sequential Machines. Статья совершенно потрясающая, потому что она на пальцах понятно описывает почему и доказывает, наблюдая за поведением конечного автомата, про который вы внутри не знаете ничего, но можете подавать все что угодно на вход. И смотреть, что он выдаст на выходе. Вы не можете сказать, как он устроен. Сколько в нем состояний, какие там переходы. Потому что у него может в частности быть какая-то очень большая память, и вы ему подаете на вход 0, 0, 0, 0, 0, и он вам все время выдает 0. Только на миллионном нуле он вам выдаст что-то другое. Ну, например. Вот тогда, мне кажется, статьи писать умели, потому что это человек с любым образованием начальным, техническим это поймет. Это написано увлекательно и может быть вас заинтересует. Вот. В общем, конечный автомат такая простая концепция. Вы описываете состояние системы и переходы между ними. Ну, там, калькуляторы так работают, часы всякие, которые простые, сегментные. Ну, конечный автомат они везде. И многие алгоритмы они описываются в виде конечных автоматов, потому что их можно верифицировать, проверять, на них какие-то свойства доказывать. Это реальный универсальный формализм. Зачем нужны протоколы консенсуса для реплицированных конечных автоматов? Ну, реплицированные означают, что их много. И консенсус означает, что мы хотим, чтобы они были в одинаковом состоянии. То есть, если автомат вот этот находится в состоянии S1, то и этот находится S1 и этот. Ну, а зачем мы хотим консенсус и реплицированный? Чтобы у нас была система нетривиальная, которая есть какое-то состояние внутри, и она была устойчива к сбоям. Если у нас есть куча автоматов, и они согласованы, все находятся в одинаковом состоянии, это значит, что если мы потеряем вот этот, система продолжит работать. Собственно, Paxos, тот протокол, про который мы говорили перед этим, он решает ту же проблему, но более сложным способом. Вот. Как я уже говорил, он действительно более простой и понятный, вы можете в этом убедиться, если вам будет интересно. Про Paxos написано очень много. И ребята довольно интересны, поскольку научная статья, поэтому они решили доказать, что он простой и понятный. Поэтому они взяли уйму студентов из Стэнфорда и Беркли и заставили их посмотреть лекцию про Paxos и про Raft в разных комбинациях, решить разные тесты и статистически оценили погрешность и показали, что действительно у студентов объяснить Raft, ответить на вопросы про Raft и реализовать Raft получается гораздо надежнее, проще и быстрее. Вот. И еще интересный аспект. Вот сейчас мы будем, я не просто буду вам рассказывать, как вот Raft выглядит, а мы будем рассматривать логику рассуждений. То есть мы будем пытаться решить какую-то задачу в этом протоколе и с первого раза неправильно решить, либо что-то упускать, а после этого фиксить это. Пока в конце не получим рабочую версию. Ну вот логики рассуждений в ПАКС не хватает. Вы читаете какую-то теоретическую абстракцию, не понимаете ни почему эти ребята так называются, ни почему у них алгоритм поведения такой, а какую проблему пытаются решить, ну и так далее. Здесь, я надеюсь, будет это все более понятно. Вот, значит, ссылки. Ну, как всегда, можно начать с Википедии, про реплицированные машины состояния много чего написано. Собственно, есть лекция автора статьи про Raft и про Paxos, на которые они студентов проверяли. У Raft огромное количество реализаций, то есть на всех языках этот протокол реализовали. Он используется в куче сервисов etcd, console, ну а их уже в свою очередь используется вообще огромное количество сервисов. Я думаю, где-то еще. Собственно, ну, реплицированные стоят машины. Как я сказал, они работают на множестве узлов, вычисляют все идентичные копии одного и того же состояния. То есть они вот переходят в одно и то же состояние. Они устойчивы к выпадению узлов, то есть при выпадении меньшинства вот этот ансамбль должен продолжать работать. переходят в одно и то же состояние за счет реплицированного лога. То есть поскольку конечный автомат в своей структуре задает все правила перехода, достаточно подавать им на вход, и он, на самом деле здесь не явно это не сказано было, это детерминированный конечный автомат. Есть огромное множество видов конечных автоматов, есть, например, недетерминированные автоматы, где возможны вероятности над переходами. в нашем случае таким автоматом детерминированным достаточно подавать на вход одну и ту же последовательность операции. И поскольку у них правила одни и те же, изначального состояния, если каждый из них будет получать на вход одну и ту же последовательность операции, они перейдут в одно и то же конечное состояние. поэтому задача сводится к тому, как куча машин доставить вот этот лог и чтобы он везде был одинаковый. Ну, это лог операции, там время как-то идет туда. Ну, короче, операция один, два, три. И вот они приходят, их нужно дописывать. Если взять автомат в начальном состоянии и проиграть весь лог, он должен оказаться в таком же конечном состоянии, как и все другие автоматы. Ну, какие задачи решают таким подходом? Например, выбор лидера. То есть, у нас автомат может представлять из себя кучу узлов, кучу вершин по числу узлов в нашей системе. И текущее состояние это текущий лидер в нашей системе. И эта задача очень популярная, потому что, например, в реплицированной базе данных все узлы должны знать истинного лидера в нашей системе. Если они будут думать, что лидер кто-то другой, ну, все может начать работать не так. Другая популярная задача это хранение конфигурации, потому что все узлы, ну, все более-менее работоспособные узлы в нашей системе, они должны видеть одинаковые значения конфигурационных параметров. Например, там, на какой версии системы мы работаем, либо каких юзеров пускаем, а каких нет. если узлы будут видеть разную конфигурацию, скорее всего, мы даже не отладим, что за фигня происходит, потому что запрос попадает то на одну, но на другую и обрабатывается по-разному. Ну, и есть множество других. Например, там, какие-то свечи, какие фичи включены, но обычно это сводится к двум вещам, конфигурации и выбор лидера. Ну, как я говорил, используются, ну, сами реплицированные машины в состоянии много где. Законодательный мод был Google, дальше все это пошло в массы. Какими особенностями обладает Raft по сравнению с другими протоколами? Во-первых, в Raft существует один лидер, то есть все клиенты общаются только с лидером. Если клиент попадает на какую-то рандомную ноду, она его перенаправляет на лидеры, все ноды знают лидеры. Это очень сильно упрощает протокол, потому что это станет понятно дальше. Данные, ну, в частности, потому что данные идут только от лидера к репликам. То есть у нас есть ансамбль узлов, в нем есть только один лидер, и он пересылает данные всем остальным репликам. Если лидер умрет, выберут другого лидера, и он будет обрабатывать весь поток команд на вход и пересылать данные всем остальным репликам. выбор лидера основан на случайных таймерах. То есть есть таймеры какие-то в диапазоне например от 150 до 300 миллисекунд. И если мы не слышали хардбит, ну, какого-то сообщения от текущего лидера в случайно выбранном таймере например 173, то есть с предыдущего сообщения от лидера прошло там 173 миллисекунды, то мы запускаем выбор лидера. Мы считаем, что что-то не так в нашей системе. Ну, если сообщение от лидера приходит регулярно меньше, чем каждые 150 миллисекунд, то никто выбор лидера не запустит. Значит, все нормально. И еще одна интересная особенность, про которую забывают во многих других протоколах. Протокол RAFT включает в себе описание изменения кластера, из которого состоят изменения кластера нашего, который участвует в голосовании. То есть он описывает реально алгоритмы поведения всех нод при добавлении нод и удалении нод, потому что рано или поздно наступает момент, когда вы хотите добавить одну или две ноды, и с каким-нибудь непродуманным алгоритмом это становится очень нетривиально. Но мы кратко это рассмотрим. И, наконец, нет, сур-авто формально описано и доказана его безопасность. То есть в TLA прувере дедуктивно формально описана спецификация протокола и доказана его безопасность, что он никогда не вернет некорректные значения, там всегда будет правильный лидер и так далее. Просто приводить это тут не бессмысленно, это там страниц 40 занимает. И как оказалось, несмотря на то, что протокол пытались придумать как понятный и простой, он оказался почти таким же эффективным, как и аналоги. Собственно, что делает лидер? Берем это. Так. Он получает команду от клиента, добавляет свой лог, отправляет команду другим узлам, если он получил ответ от большинства нот, подтверждение, он применяет команду к своему автомату. Но его автомат переходит в какое-то состояние в соответствии с правилами. После этого он возвращает ответ своего автомата клиенту. Ну, собственно, если это автомат мили, он может здесь выполнить какое-то действие. Ну, это муры. Мили здесь. То есть действие может быть там 42. Вот клиент получит 42. здесь для примеров мы будем рассматривать простые машины, где у нас предположим, есть регистровая машина, здесь есть какие-то ячейки x и y. И команды выглядят как присвоить x значение 2. Окей, мы переходим в состояние, где у x значение 2. Ну, и, например, ничего не возвращаем. Мы могли бы вернуть там предыдущее значение. То есть команды у нас для простоты на самом деле это не умаляет идею алгоритма будет присвоение каких-то значений. Ну, и чтение этих значений. Например, как в сервисе конфигурации. Вы обычно выставляете опцию и все ноды ее читают. Вот, вроде просто. Какими свойствами обладает протокол? Во-первых, он безопасен. Ну, и, как я говорил, это доказано. Он никогда не вернет некорректный результат. Но при этом он безопасен с точки зрения не византийских проблем. Кто слышал про проблемы византийских генералов? Так. Окей. Ну, вот, идея заключается в том, что у нас есть несколько генералов, которые окружили какой-то город, и они хотят решить, нападать или нет. Вот, нападать имеет смысл, если большинство решат нападать. Но, среди них есть предатели. И генералы, ну, город-то большой, они общаются между собой, посылая гонцов. Вот, каких-то гонцов могут перехватить, им что-то подсунуть, каких-то гонцов подкупить, кто-то не доедет. И возникает задача, как, можно ли придумать алгоритм, который вот в такой системе, где есть злонамеренные участники, и мы не знаем, кто из них им является. Можно принять согласованное решение, ну, важное для большинства. Ну, выясняется, что протоколы такие есть, но они очень сложные. Но, чтобы такая система работала, у вас злонамеренных членов должно быть меньше трети, строго. Если будет хотя бы треть, то уже не работает. А простой пример, например, есть три человека, и они решили проголосовать, делать что-то или не делать. И вот один из них плохой. Он ему сказал, я голосую за то, чтобы делать, а второму за то, чтобы не делать. И вот первый думает, что большинство голосует за то, чтобы делать, а второй думает, что большинство за то, чтобы не делать. Ну, так вот. Вот так. А это плохой. И вот если у вас хотя бы треть плохих, ну как плохих, злонамеренных, они вашу систему разрушат. Вот протокол RAFT, как и многие другие реализации протокола PAXES, не рассматривает такие типы ошибок. То есть мы считаем, что все узлы в нашей системе ведут себя корректно, но сообщения могут теряться, сообщения могут переупорядочиваться, приходить несколько раз одно и то же сообщение, то, как происходит в IP-сети. Ну, это нужно учитывать. Протоколы с устойчивыми к византийским проблемам, они более сложные. Протокол доступен, пока может работать и общаться большинство узлов. Строго больше половины пока работает, протокол работает. И он предполагает, что узлы останавливаются, есть в случае проблем, узлы останавливаются, а потом снова подключаются. То есть не так, что у них какой-то трэш, они то работают, то нет, у них какие-то поломки внутри, таймер срабатывает каждые 0 миллисекунд или еще что-то. То есть сбойный узер, если он начал сбоить, его остановили, починили, подключили. И, что важно, протокол не зависит от абсолютного времени. Вот мы говорили про отметки времени лампорта и про векторные часы, ему все это не нужно. Сам протокол, ну, то есть часы могут быть рассинхронизированы на машинах, он будет устойчив к этому. И команда в протоколе выполняется, как я ранее говорил, при ответе от большинства узлов. То есть протокол устойчив к медленным узлам. Если есть медленные узлы, но их меньше, чем половина, то протокол будет работать со скоростью самого медленного узла из быстрых. В пактусе все слито воедино. В RAFT явно выделили несколько подсистем, а именно три. Первое, это алгоритм выбора лидера. Когда лидер выбран, алгоритм репликации лога на остальные узлы. Ну, про безопасность, корректность мы говорить почти не будем, но она рассматривается отдельно, потому что протокол строго описан, и он компактный. Как выглядит кластер RAFT? Это есть, это несколько узлов. Ну, три, пять. Ну, понятно, что четное число смысла делать нет, потому что большинство от четырех – это три. Поэтому в кластерах с реплицированными конечными автоматами делают нечетное количество узлов. Ну, то есть четвертый узел вам ничего не добавляет. У вас отказоустойчивость все так же один. Вот пятый узел вам добавит отказоустойчивость два, потому что вам нужно три узла, составляет большинство. Узел всегда находится в одном из трех состояний. Либо он является лидером, либо он является последователем лидера, то есть он признал лидера, и он получает от него лог. Либо он является кандидатом лидера, и он собирает голоса. Ну, в нормальном режиме устоявшемся у нас есть один лидер, и он минус один последователей. Последователи ничего не делают, они только отвечают на команды от лидера. И кандидатов, когда происходит смена лидера. Вот весь конечный автомат. Состояние узла. То есть когда он стартует, он становится последователем. Когда он долго не получает ответов от лидера, он запускает выборы и становится кандидатом. Если он, запустив выборы, он рассылает всем узлам просьбу отдать голос за него. Если он получил большинство голосов, то он становится лидером. Если он обнаружил, если будучи лидером, он обнаружил сервер, у которого более высокий, который работает с более высоким номером семестра, ну, про них мы поговорим на следующем слайде, он отбрасывает лидерство и превращается в последователя. Ну, и будучи кандидатом, если он вдруг обнаруживает уже существующего лидера для текущего семестра, либо что начали фигурировать сообщения с новым семестром, ну, это типа срок, семестр срок действия, то он тоже снимает, перестает выполнять роль кандидата и становится последователем. Если я так и не собрал голоса, то тайм-аутится и запускает новые выборы. Все как в жизни. Семестры, вот они там фигурировали. Время у нас разбивается на семестры неопределенной длины. Каждый семестр, ну, они нумеруются последовательно, и каждый семестр начинается с выбора лидера, который будет действовать до конца этого семестра. Если, ну да, ну, если никто на выборах не победил, и большинство голосов никто не смог собрать, то запускаются новые выборы и новый семестр. При этом обеспечивается, что в каждом семестре у нас не больше одного лидера. То есть мы в начале семестра выбрали лидера, и он действует до конца семестра. Выглядит это примерно так. Выборы, работаем. Выборы, работаем. Выборы, не выбрали. Снова выборы, работаем. Да, и мы посмотрим, как ее решают. Ну, на это на самом деле намекает вот эта штука. То есть мы выбираем рандомные тайм-ауты, чтобы снизить вероятность того, что выборы будут запускаться одновременно. Понятно, что если несколько нот одновременно станут кандидатами и пошлют всем сообщение отдать им голос, то вероятность набрать большинство голосов не такая высокая, потому что, скорее всего, голоса разделятся. Поэтому нужно эти моменты разносить. Но мы про это поговорим. Хороший вопрос. Как обнаруживается устаревшая информация? Каждый узел хранит текущий семестр, который он встретил. Семестр всегда передается в запросах. Если он меньше пришедшего, то мы выбираем пришедший. Если наш текущий семестр меньше, чем тот, что пришел, мы выбираем новый. Ну и вспоминайте диаграмму. Если мы в этот момент являемся лидером, мы сбрасываем из себя полномочия. И также помним, что в этой системе не учитываются злонамеренные узлы. То есть все соблюдают правила. Это такая демократия. Все нормально. Ну, собственно, да. Что я сказал? Если мы кандидатом или лидером являемся, и пришел новый семестр, значит, нужно сложить свои полномочия. Если семестр меньше текущего, то это значит, что кто-то устарел. И мы в ответ возвращаем ошибку и отвергаем запрос. Потому что в момент образования нового семестра еще могут быть узлы, которые... А что? Где я? Голос. Вот. Все, уже лидера выбрали. Новый семестр настал. Ну, а в запросах старый указан. Я упоминал, что протокол простой. Собственно, он состоит из нескольких сообщений. Одно сообщение. Кандидат просит отдать ему голос. Второе сообщение. Лидер присылает команды. Ну, если ему нечего посылать, ну, все равно посылает вот этот запрос периодически, чтобы сообщить, что он все еще лидер, все нормально, ребята, спокойно работаем. Если ему есть что посылать, то внутри это сообщение содержит набор записей, которые нужно добавлять в лог. Ну, мы про это поговорим. Как запускается выбор лидера? Например, ну, основная причина. Фоллоер, ну, одна из нот не получает от лидера сообщение в течение тайм-аута. В таком случае последователь увеличивает текущий семестр, приходит в состояние кандидата, всем одновременно, но в его целях как можно быстрее со всех собрать голоса. Отправляет всем сообщение, отдать за него голос и продолжает отправлять эти сообщения тем нодом, от кого не получил ответ, пока не закончится выбор, либо пока ответ не придет. Ну, когда завершается процесс выбора лидера? Либо мы выиграли выборы, набрали большинство голосов. При этом каждый узел, он голосует за семестры единожды. Он помнит, кому отдал голос в этом семестре. Если второй раз вам получится просьбу отдать голос, он не вернет ответ. Ну, и, соответственно, он отдает голос только первому и один раз. Как только фолловер стал лидером, сразу всем начинают посылать сообщения о том, что он живой, он является лидером, чтобы они не запустили снова процедуру выборов. может другой узел стать лидером. Например, он быстрее собрал голоса. Тогда текущий кандидат, он получит сообщение с хардбитом, который новый лидер, видите, начал здесь рассылать. В нем будет указан семестр выше текущего. Тогда кандидат перестает кандидатуру свою выдвигать, становится обычным последователем. Ну, и, наконец, третий вариант. Если они примерно одновременно начали голосовать, наступил тайм-аут выборов, а голосов так никто не собрал, большинство. В таком случае тоже все становятся обычными последователями, запускают рандомный тайм-аут, после посещения которого начнут следующие выборы. Можно вопрос? Да. А у нас значение нового семестра рисуется при квест-воте? Ну, при квест-воте? Или как все узлы понимают, что мы объявляем в рандомный тайм-аут? Мы всегда с каждым сообщением, ну, каждое сообщение, оно содержит кучу полей внутри. То есть, request-вот — это название. Но в статье вы можете посмотреть подробнее. Там есть, кто его послал, какой семестр ему известен, какова длина его лога. Ну, в request-воте просто. В append-entries там куча сообщений, какая запись влоги является предыдущей относительно нашей. Там пачка, собственно, записей влоги, начиная с какой и по какую. Но типа сообщений всего два. В одном, в request-воте, мы просим проголосовать за себя и говорим, в каком семестре мы пытаемся выиграть выборы. А в append-entries мы... Это сообщение означает, что лидер есть, в нем указан семестр, лидером какого семестра он является, и какие-то записи. Семестры синхронизируются, защищают сообщения. Семестры позволяют узнать, не устарели ли мы. Просто, возможно, тут уже новый семестр начался, и там удалось лидеру собрать большинство голосов. Значит, ну, мы выпали из сети, и нам нужно догоняться как-то. Про это мы поговорим. Собственно, если кандидат ждет голосов, и вдруг внезапно он получает сообщение append-entries от другой ноды, и в ней уже указан текущий семестр, либо следующий, это значит, что кто-то запустил выборы параллельно, собрал большинство голосов, и победил, если семестр текущий, стал лидером в текущем семестре, в котором мы только пытаемся еще стать лидером. Если семестр больше, это значит, что мы вообще сидим и продолбали все. То есть там уже следующий раунд выборов прошел. Ну, и нам нужно переставать собирать голоса, потому что если мы хотим стать лидером, ну, мы только в новом семестре должны снова все начинать. То есть семестры, они, ну вот, картинка, они растут вперед, когда, ну, обычно что происходит? Здесь происходит какой-то сбой с лидером, например, он упал, либо у него с сетью какие-то проблемы, и какие-то узлы перестали получать от него сообщения. Они инкрементируют, они становятся кандидатами, но не одновременно, а в разное время, потому что у них тайм-аут на получение сообщений рандомный в диапазоне. Но кто-то из них становится первым кандидатом. Он инкрементирует семестр, ну, например, здесь в данном случае второй, и говорит, так, я собираю голоса за то, чтобы я был лидером во втором семестре. Каждая нота, когда она получает первое сообщение такое, проголосуйте во втором семестре, она на первое сообщение отдает свой голос. И запоминает, во втором семестре я свой голос отдала. Она может, какая-то другая нота может запустить выборы во втором семестре, но если ты голос уже отдал, ты не будешь отдавать второй ноде голос. В итоге вторая нота, она может сидеть и ждать, когда ей пришлют голоса. Но первая нота соберет большинство быстрее, и она начнет всем рассылать уже append entries, то есть hardbeat и данные от клиентов. Тогда второй кандидат, который все сидит и ждет, когда большинство соберет, он увидит, что лидер-то уже есть во втором семестре, а я тут кандидат во втором семестре, ну все, тогда я буду обычным чуваком. Вот, идея такая. Так, условия останова. Собственно, мы выиграли, другой узел выиграл, либо никто не выиграл. Ну, не повезло. Голоса плохо распределились. Ну, если никто не выиграл, опять рандомный тайм-аут, запускаем выборы. Как выглядит лог? Лог – это последовательность записей. Здесь для простоты регистровая машина, и команды, которые хранятся в логе, поступают на вход конечного автомата, это присваивание регистром каким-то. Предположим, вот у лидера такой лог, но лог растет вот в эту сторону. У нас записи только добавляются здесь. А вот один – это номер семестра. То есть вот у нас есть лидер, у нас есть записи из первого семестра, из второго, из третьего. Есть последователи. Ну, вот это текущий лидер за третий семестр. Вот эти записи, они закомичены. Они есть на большинстве узлов. Видите? Узлов у нас всего пять. Вот все эти записи, они есть, ну, как минимум на трех из узлов. А вот эти, вот, даже на четырех. А вот это вообще на всех. То есть закомиченные записи, они применяются к конечному автомату и вызывают его переходы. Остальные записи пока не закомичены. В частности, вот эта. Видите, она только есть на двух узлах из пяти. Она не считается закомиченной и не применяется к конечному автомату. Если запись закомичена, то гарантируется, что она будет выполнена всеми автоматами. То есть она есть на большинстве узлов, применяется к конечному автоматам. Это требование для поведения узлов. В нашем случае, собственно, записи 1.7. Вот до этой границы. Если подтверждены большинством узлов, считаются закомиченными. И лидер всегда пересылает индекс последнего коммита в Append Entries, чтобы фолловеры знали, какие записи можно коммитить. То есть новая команда от клиентов получает только лидер, пересылает всем остальным, узнает, какие записи сриплицированы на большинство узлов и сообщает им, какие записи можно коммитить, потому что они сриплицированы на большинство узлов. Но фолловерам об этом ниоткуда не узнать, кроме как от лидера. Есть еще такое свойство, откуда вытекает основное доказательство безопасности. Если у двух записей в разных логах, ну, на разных нодах, совпадает индекс и семестр, то они содержат одинаковую команду. Потому что лидер создает не больше одной записи с индексом и семестром. Ну, только лидер создает записи, и он каждый раз для новой записи и текущего семестра инкрементирует индекс, он только дописывает в лог. И записи в логе никогда не перемещаются. Логи идентичны во всех предшествующих записях. В запросе IPN Tentress лидер всегда пересылает индекс и семестр предыдущей записи. Но индекс — это номер записи, семестр — это в каком семестре ее добавили. Если у фолловера он проверяет по своему логу, это предыдущий семестр не совпадает, то он отвергает запрос и в ответе говорит, а у меня предыдущий семестр, то есть перед ним, вот такой. Лидер в ответ на это ему пересылает больший кусок лога. Если он тоже не совпадает, то фолловер говорит, а у меня вот еще перед ним, вот он другой, а до этого момента не совпадает. И так лидер, так работает до того момента, пока лидер не перешлет всю несовпадающую часть фолловеру, чтобы он заменил свой индекс, свой лог. Ну, сейчас будет пример. Ну, по индукции можно доказать, что если мы начинаем с пустого лога, лидер пересылает запись со ссылкой на предыдущую запись, то у нас все индексы и семестр совпадают. Но, возможно, ситуации, когда они начинают расходиться, если ноды в меньшинстве, и мы посмотрим, как с этим бороться. Вот, например, может быть так. Тут надо повтыкать, да. Значит, у нас есть лидер для восьмого семестра. Он, видите, еще не успел ничего добавить в лог. Но вот у нас был лидер для первого семестра и все его записи на всех машинах. То есть все круто. Потом был лидер для второго семестра, но он успел записать только сюда. Никуда не смог отреплицировать и упал. Потом эта же нода стала лидером для третьего семестра. Она тоже не смогла никому отреплицировать и упала. Потом одна из этих нод стала, ну вот эта, видимо, стала нодой для четвертого семестра. Первую запись удалось отреплицировать почти везде. Вторую только на часть машин. Последующие две не удалось. Ну, пятой ноды все было, ну, ноды для пятого семестра все было более-менее. Для шестой тоже норм, но тут были траблы. Седьмая опять не смогла никому и другому отреплицировать, ничего. И вот наши выбрали восьмой. Вот. И все эти ребята, сейчас нужно выбрать лидера для восьмого семестра. Еще AB, да. Нет, лидер для восьмого семестра у нас есть, это вот эта нода. А вот эти ребята, это все последователи ее. Вот вы видите, что как-то лог с лидером не очень совпадает. Хотя вот я вам описал примерно последовательность, которая могла происходить. Вот алгоритм я вам описал, как мы голосуем. Вот эта нода, ей удалось собрать большинство голосов. Она стала лидером для восьмого семестра, но что-то наши все вот эти штуки не выполняются тут. неприятны. Что тут можно делать? Как бы изменить протокол так, чтобы такого не допускать, либо это чинить? Есть какие-нибудь идеи? Ну, сейчас мы просто голосуем, у нас кандидат просит отдать всем голос, просит всех отдать голос за него. Ну, мы не можем выбрать лидером того, какого последней команды блоки меньше предыдущего лога в семестре. Который, грубо говоря, не можно выбрать никого, кроме того, кого оси. Ну, когда выбираем восьмого? Да. Но, видите, у нас, помните картинку ту предыдущую? У нас в семестре может вообще не быть команд. То есть, мы сейчас выбираем лидера для восьмого семестра, а может быть, там в семи предыдущих вообще не было лидера. Но, в принципе, направление мысли – да. Кажется, что недостаточно просто просить голос. Нужно как-то сообщить о состоянии логов наших и не дать стать лидером тем, чьи записи не отреплицированы. Ну, посмотрим дальше, как фиксить будем. Значит, ну, к тому, что мы рассмотрели. На А и Б относительно лидера для термо-8 не хватает записи, так? То есть, здесь явно не хватает вот этого куска, ну и здесь чуть-чуть не хватает. Вот лидер у нас есть, на А и Б не хватает. На Ц и Д вообще жесть, тут лишние записи есть. То есть, вот здесь есть запись, которой нет на нашем лидере текущем. И вот этих двух нет на нашем лидере текущем. А в Е и Ф и то, и то. Давайте разрешать конфликты. Идея заключается в том, чтобы конфликтующие записи на фолловерах заменить записями из лога лидера. Ну и здесь нюанс. Закомиченные записи нельзя менять, потому что они уже к конечному автомату применились. Так ведь? Как мы это делаем? Как мы гарантируем, что этого не произойдет? Лидер помнит next-индекс для каждого фолловера. То есть, он знает, сколько у него есть, сколько в системе вообще существует нод, и для каждой ноды он знает индекс последней записи в ее логе. Ну, точнее, следующий за последний. То есть, это индекс записи, который станет следующей. Таким образом, он знает длину лога у каждого фолловера. На самом деле, при голосовании эта длина пересылается в ответах на запросы голосов. Ну, это одно из тех полей, про которые я не сказал. И используется проверка при отправке команд на добавление в лог. Помимо самих записей, которые мы хотим добавить, мы добавляем, мы проверяем, ну, то, про что я говорил, мы проверяем, совпадает ли предыдущая запись в логе фолловера, которую мы отправляем команды. Если она не совпадает, то фолловер посылает нам в ответ ошибку, мы сдвигаем индекс назад и снова делаем попытку. Если запись совпадает, то фолловер удаляет хвост, причпокивает то, что мы ему прислали в append entries и таким образом лог синхронизирует. Ну, и логи у нас сходятся автоматически таким образом. То есть мы делаем кучу раунд-трипов, пока не найдем место, с которого они сходятся. Потому что здесь классный трюк используется. У нас записи, ну, индексы инкрементируются по одному, и у нас есть семестры. У каждой следующей записи семестры больше или равен предыдущему. Можно доказать, что нам достаточно найти первую запись с конца, в которой у нас индексы семестр совпадают. После этого на фолловере можно все стереть и добавить кусок лога с лидера. В собственном логе лидер никогда записи не удаляет и не перезаписывает. Но и тут есть проблема. Предположим, лидер закоммитил несколько записей, а последователь в это время был недоступен. Ну, один из них. Раз он закоммитил, на большинство он смог доставить, но на часть нет. И лидер пропал. Последователь стал новым лидером. И перезаписал всем логи. То есть мы сейчас решили проблему с тем, что у нас логи расходятся. Но осталась проблема с тем, что закоммиченные записи мы перезаписывать можем. Ну, и автоматы выполнили разный набор команд. Если логи разные, то команды разные. Если уже что-то было закоммичено, значит автомат куда-то перешел. И он из этого места начал применять новый кусок логов. То есть логи мы синхронизировали, только у нас автоматы в разных состояниях. И все, они разошлись. Ну, расширяем протокол. Вводим ограничения на узлы, которые могут стать лидерами. Ну, примерно то, что вы предлагали. Ограничиваем записи, которые... Также ограничиваем записи, которые считаются закомиченными. Нам нужно обеспечить, что на лидере, на новом лидере есть все закомиченные записи из предыдущих семестров. так. Ну, потому что их нельзя менять. Но записи у нас направлены только от лидера к последователям. И лидеры никогда не перетирают записи у себя. Ну, как и раньше, нам нужно собрать голоса большинства. но кандидатами из кандидатов лидера может стать только тот, у которого лог не менее свежий, чем у каждого голосующего. На самом деле, здесь не лог, а коммит лог. то есть, когда нам отдают голос, вместе с голосом нам говорят самую свежую закомиченную запись. Если сейчас, не менее свежий, сейчас, секунду. Финдекс больше. Да. Нет, не так немного. Мы, когда просим проголосовать за нас, мы пересылаем информацию о нашем логе. Если наш лог старше, то нам голос не дадут. То есть, нода, которая получила просьбу отдать голос кому-то еще, она поймет, что у нее-то у самой лог новее, поэтому она дождется, когда станет кандидатом и сама попробует голоса собрать. Ну, а лог новее означает, что там семестр старше, то есть, есть более свежие записи из новых семестров, или лог длиннее. Давайте рассмотрим три такие ситуации. Во всех трех случаях S1 является лидером. В первом случае это обычный режим работы. Он является лидером для второго семестра. На две записи, на две ноды записи отреплицированы, реплицируются на третью. Собственно, это рабочий режим такой. запись закомичена, как только подтвердит большинство, то есть, третья нода, только ноды с закомиченными записями, они могут стать лидерами. Только вот эти три ноды смогут стать лидерами для следующего семестра. Ну, сейчас у нас вот это работает. Второй случай. У нас есть нода S1, она является лидером для четвертого семестра, но запись второго семестра на S3 еще не отреплицирована. Точнее, она отреплицирована, но не закомичена. И мы не можем ее закомитить. Потому что, смотрите, у нас S5 была лидером для третьего семестра, успела одну запись сделать. Но она лежит только на ней. Сейчас мы лидер для четвертого семестра. Так, сейчас здесь описано лидер из предыдущего семестра. Мы ее отправляем сюда. Ну, да, отреплицировал по индексу 2 и упал. Семестра 3. Ну, здесь он мог стать лидером семестра 3, потому что он получил голоса отсюда. Первый нод стал лидером в семестре 4, отреплицировала запись. Но не закомичена. Потому что у нас нода из 5 может стать лидером семестра 5 и пересерять наши логи. Потому что среди вот этих нод она самая свежая. У нее есть самый свежий семестр. Если она станет лидером в пятом семестре, то она вот эти записи двоечки удалит и засунет туда тройки. Поэтому текущая нода для семестр 4 она не может считать всем объявить, что сампись по индексу 2 закомичена. На самом деле пока она не закомитит свою. Потому что это блокирует возможность для остальных нод стать лидерами и пересереть все. Улавливайте мысли. Так. тут случай 3 на самом да. Собственно да. Здесь все это описано. потом будете разбираться. А как вы говорите, что не коммитят, потому что есть там тройка? А как они определяют, что есть тройка на 5? Они не определяют. Правило заключается в том, что лидер может объявить записи предыдущего семестра закомиченными, только когда закомитят первую запись из текущего семестра. Потому что большинство узлов в этом случае узнает, что существует семестр 4. Ну, понимаете. Это значит, что другие ноды не смогут собрать голоса большинства, не узнав, что существует семестр 4. Потому что хоть кто-то им скажет об этом. и значит они уже не победят. Вот собственно ограничение на коммите так и выглядит. Пока новый лидер не закомитит записи текущего семестра, предыдущие записи он не считает закомиченными. Но ну да. В таком случае спеть уже в нашем случае не сможет стать лидером. Потому что будет на большинстве нод запись с семестром 4. Есть кстати ссылка на доказательство корректности. Но коммит записи ну что на практике делают? Берут и коммитят операцию ничего не делать. Просто рассылают всем, чтобы застолбить место и предыдущие записи все скопом посчитать закомиченными. Про времена про эти рандомы. Собственно все это работает если у нас время хождения пакетов в нашей сети существенно меньше чем частота выборов а частота выборов существенно меньше чем время падения нод. Ну то есть частота поломки среднее время между отказами машин. Обычно это миллисекунды это сотни миллисекунд это месяцы или недели или может года где-то. ну да. Ну и наконец штука про изменение конфигурации кластера. Мы раньше предполагали что список узлов статичен и все ноды его знают. Вот помните там лидер хранит вектор смещения для каждого последователя то есть про next индекс каждого последователя они знают сколько что значит большинство голосов потому что они знают сколько нод вообще в системе ну и много таких если но иногда сервера нужно заменять удалять добавлять и хочется это делать без даунтайма так чтобы система сама работала что многие системы они предполагают что их нужно все погасить файлы какие-то скопировать куда-то что-то переконфигурировать потом поднять скрести в пальце молиться ну рафт включает в свой протокол изменение конфигурации но возможно такая проблема предположим что у нас в начале было три сервера и мы начали добавлять еще два и у нас сформировалось два большинства потому что вот есть старая конфигурация три сервера есть новая конфигурация где пять серверов есть такой переходный период где старые сервера они собрали большинство два из трех а новые сервера собрали большинство три из пяти ну и начали конечно принимать противоречивые решения считать что все норм комитим присваиваем значение переменам и так далее ну как это решать можно делать так двухфазный комит который мы изучили выключаем старую конфигурацию и грузим новые но в рафте пошли по пути создания промежуточной конфигурации которая включает все сервера и старые и новые конфигурации то есть записи реплицируются всем серверам сервер из любой конфигурации в промежуточном режиме может стать лидером и чтобы стать лидером нужно собрать большинство в каждой конфигурации и все это работает без даунтайма примерно так то есть здесь у нас есть старый конфиг и у нас старые сервера могут принимать решение и вот мы предлагаем им новую команду переходим на объединенную конфигурацию которая включает все сервера закоммитили это решение теперь чтобы принять любое решение нужно собрать большинство из объединенной конфигурации вот мы предлагаем переключаемся на новую конфигурацию в которой есть только новые сервера собираем большинство из объединенного набора коммитим и с этого момента у нас работает новая конфигурация которая собирает большинство только из нового набора вот такая цепочка товарных действий у нас все без сбоев работает все это время у нас клиенты работают то есть они не видят что на самом деле добавляют новые машины Вот я все это писал Log, реплицируем, подтверждаем Но вся суть подхода в том, что Старая и новая конфигурации отдельно Не могут одновременно принимать решения Они только идут через объединенную Ну и здесь есть набор правил Как должны себя вести лидеры Если лидер входит в старую конфигурацию Но не входит в новую Значит он должен сложить в себя полномочия Потому что эти машины будут выключать сейчас А новую конфигурацию мы уже закомитили Ну есть проблема, что новые сервера, которые мы добавляем Они могут быть пустыми, потому что Ну на них ничего нет И мы вначале их можем добавить в неголосующем режиме И реплицировать на них логи То есть никто не знает, что они есть Только лидер знает, что они есть И просто посылает им логи Пока они не наполнятся и не догонятся до остальных Ну и есть еще одна проблема Что удалять сервера нужно Нужно быстро и стремительно Потому что если их как-то отключать Они будут терять связанные с остальными Ну с частью остальных серверов Они могут инициировать выборы И устроить всем хаос То есть не хаос, все будет работать Но только на момент выбора лидера На самом деле система не работает Ну клиенты ждут, пока лидеры выберут После этого начинается Корректное функционирование дальше И коммиты Потому что пока в ответ на команду Мы не закоммитили Мы не отдадим результат из автомата клиенту Если результат он не ждет То ему пофиг Он просто в логе наваливает Но часть из этих команд Они могут быть не закоммичены Потому что помните Не закомиченные команды Из-за перевыборов Могут быть переписаны Еще одна оптимизация Ну то есть мы уже по оптимизациям тут идем Удалять сервера надо быстро Лог у нас бесконечно растет Ну есть два подхода Можно чистить логи То есть идти от самых новых записей К самым старым И удалять то, что нам уже не нужно Например, если у нас есть новая запись О том, что присвоить x значение 42 То все остальные присвоения переменной x Можно отбросить Так Ну в принципе это инкрементально Так мы последовательно по логу бежим И фильтруем его Но если у нас какое-то сложное состояние То это может быть не так просто Потому что здесь мы рассматриваем Регистровую машину На самом деле это может быть Там, не знаю Гигабайтное дерево конфигурации В памяти И у нас там лог лежит на полтерабайта И вот по нему понять Что можно выбросить А что нет Может быть не так просто Ну второй подход Это слепки Мы просто периодически Снимаем слепок Состояние Вот этой штуки текущей Ее номер В какой-то файл И до этого момента Мы лог можем очистить Но если у нас состояние большое То это может быть не так эффективно Мы на диске фигачим гигантскими файлами Если небольшое То быстро И просто Ну работает примерно так Был такой лог В момент 5 Мы решили Взять снапшот Нашего состояния Мы сохраняем Мета информацию Что это был Последний индекс Который вошел в снапшот Это 5 И его терм 3 И вот собственно Состояние стоит машина Но остаток лога Мы сохраняем Потому что Вот Снапшот плюс лог К эквивалентно полному логу А эти данные нам нужны Как раз чтобы общаться В случае выборов Чтобы мы могли сказать Какова наша последняя запись Когда мы запрашиваем голоса Ну Здесь нужно определиться Когда создавать эти снапшоты Ну Самое популярное Это когда лог вырос слишком сильно И Конечно При создании снапшотов Не хочется Чтобы у нас все встало колом Поэтому Часто используются Функциональные структуры данных Книжка была На первой лекции Которые позволяют вам В процессе Модификации Структуры данных Ну как Multiversion Concurrency Control То же самое Хранить ссылку На старую версию И работать с ней На чтение А когда вы Перестанете с ней работать Там габочек Коллектор все соберет Ну либо есть Системный вызов Форк Который Копи-он-райт Копирует память Вашего процесса И форкнутая версия Она может Заниматься Записью в снапшот В то время Как основная версия Продолжает работать Как ни в чем не бывало Ну такой трюк Там Ну мы использовали В Одноклассниках тоже Если вам нужно Там гигантский кэш Сохранить на диск При этом он продолжает работать Ну вы его форкаете Пока страницы памяти Никто не пишет Они шарятся Между процессами Поэтому Не нужно в два раза Больше памяти Нужно Ну столько Сколько успеют записать За процесс снапшотинга Ну а если кто-то пишет Страницу То она в этот момент Клонируется уже Ну есть еще одна проблема Что Команды могут Применяться Несколько раз Потому что Клиент послал команду Лидер ее получил Закомитил То есть перешел В какое-то состояние Но не успел ответить клиенту Ну бывает такое Ну добропорядоченный клиент Что значит Что сделать Она еще раз ее пошлет Представьте Команда была Х равно Х плюс один Ну он на два Увеличит счетчик Это если только Одним перезапросом Все обошлось Ну стандартный подход Это присваивать Командам Уникальные номера Последовательные На клиенте И тогда Если сервер Встретит команду То же самое Он проигнорирует Если он ее уже видел Он ее игнорирует Наконец Наконец уже Блин У лидера У лидера есть все Закомиченные изменения Мы это гарантируем Но в начале семестра Пока он новые изменения Не закомитил Он не знает Кто из них закомичен Мы комитим запись Из нового семестра Ну как я говорил Ну какую-нибудь Пустышку комитим Просто Просто чтобы Закомитить При этом Ну это насчет комитов Но чтобы у нас не было Чтобы снизить вероятность Отдать протухшие Протухшие данные Потому что мы-то не знаем Как нас видят Другие кластера Они стартуют выборы Только когда перестают Получать от нас Хардбиты То есть Здесь есть вероятность Того Что вот мы являемся лидером И мы считаем Что мы лидеры Но так думают Далеко не все уже И если клиент К нам пойдет Моему Будучи лидером Скажем Да вот пожалуйста Он читает там Какой-нибудь икс Мы говорим Вот твое значение Я лидер Все круто Это самое актуальное значение Но возможно Уже идут выборы Уже новый семестр Наступает Уже кто-то собрал На самом деле Большинство голосов Это он до нас достучаться Не может Сообщить Слагай полномочия Понимаете Улавливаете идею Что лидер Он обратных Его Его никто не пингует Если он считает Что он лидер Он так и будет считать Пока не получит В ответ Сообщение Либо не получит Сообщение Отдать кому-то голос Это значит Что кто-то запустил выборы Знаете С сетью все плохо И к нему сообщение Не доходит А вот клиент С ним может общаться То клиент будет Получать Старье Ну для того Чтобы этой ситуации Не было Если клиент Хочет получить Максимально Константное Значение Он может попросить Лидера Слушай А ты пообщайся С большинством Кластеры Все тебя признают Как лидер Или нет Ну и такой режим Есть например В консуле Вы можете запросить Я хочу очень Хоть я и читаю Я не пишу Я хочу максимально Константное представление Ну пожалуйста Это будет стоить Это будет стоить Домашние чтения Значит Классная статья Ну не статья А страничка Про Самые распространенные Заблуждения В распределенном Программировании Может вот Я в половину Этого верил До этого Может вы что-то Тоже найдете Что-то Сеть надежная Все мгновенно Доходит Бесконечная Пропускная способность Но когда программишь Так и есть вроде Безопасно Топологии не меняются Один администратор Есть Там бывают люди Говорят Да я сделал Другой еще что-то сделал Да и В общем есть Более расширенная версия PDF Но это не все Есть подборка Статей Про распределенное Программирование И распределенные Системы И есть Список Инжиниринг Блогов Наверное Всех известных Сервисов На Core Если вот Любите блоги читать Там Фейсбуки Всякие Линки Дыны Все такое Вот Про Ну вопросы Как обычно Можно у нас В блоге Задавать Либо на почту Писать Про ДЗ Хотел напомнить Чтобы вы не откладывали На последний момент А кроме того Когда я просил вас Думать о сбоях О том Что будет Когда каждый из частей Будет ломаться И надеюсь Текущая лекция Вам поможет В этих размышлениях И поможет Что именно Имел ввиду Еще из хента Хотелось бы Чтобы вы В ваших ER диаграммах Я про это Забыл сказать раньше Описали четко Для каждой сущности Как будет выглядеть ID Что в него входит Или Из чего он состоит Как вы будете Представлять Вот такого рода Вот Все Спасибо за внимание Продолжение следует